Хлеб для бутербродов – это не совсем настоящий хлеб. Вода может кипеть и замерзать одновременно. Бананы – это ягоды, которые растут на траве. Да, это даже звучит безумно, но знаете ли вы, что вода может быть более мокрой, чем она есть в природе? Готовьтесь узнать подробности. Жвачка обычно розового цвета, потому что первая жвачка, поступившая в продажу в 1928 году, была именно такой. Просто на фабрике в тот момент был только розовый пищевой краситель, а первая в истории жевательная резинка появилась, вероятно, около 9 тысяч лет назад. В те времена люди жевали березовый деготь из-за его целебных свойств, например, для борьбы с лихорадкой. В разные эпохи люди жевали разные вещи. Например, древние майя делали жвачку из чикла – вещества, получаемого из сока дерева сападила. Они использовали ее, чтобы утолять голод и жажду, а в Северной Америке люди жевали смолу елового дерева. Привычку позже переняли европейские поселенцы и в 1840-х годах наладили коммерческий выпуск продукта. Вы не сможете назвать папку seeAllN ни в одной версии Windows. Это относится и к некоторым другим буквенным комбинациям, включая PRN, AUX, NUL. Это связано с самой операционной системой. Она создает папки для хранения в них данных. И если вы создадите свою собственную, используя одно из этих имен, это запутает систему. Если вы приметесь тасовать колоду карт, чтобы получить всевозможные комбинации, вы потратите миллиарды и миллиарды лет только на то, чтобы пройти треть пути. Подумайте об этом. В обычной колоде 52 карты, а возможное число комбинаций без повторений – 8 умножить на 10, возведенное 67 степень. Даже если вы будете тасовать карты 100 раз в секунду, не повторяя комбинаций, вам потребуется в несколько сотен триллионов раз больше времени, чем прошло с появлением Вселенной. Сложив лист бумаги 103 раза, вы получите стопку толщиной 93 миллиарда световых лет, что превышает размеры наблюдаемой Вселенной. Но если вы решите проверить это самостоятельно, вы не сможете сложить бумагу более 12 раз, и для этого потребуется очень большой лист, например, в полтора километра длиной. Обычного листа бумаги для печати хватит только на 7 сложений. Во многих супермаркетах вы увидите два разных хлебных отдела с хлебом и выпечкой, и в них продаются разные типы хлеба. Более легкий, квадратный и чаще всего нарезанный заранее тип называется хлебом для бутербродов, а другой – просто хлебом. Разница в том, что хлеб для бутербродов сделан специально для того, чтобы на него можно было намазать что-нибудь. У него более жесткая текстура, что позволяет ломтику не рассыпаться и не крошиться. Когда вы намазываете его, скажем, арахисовым маслом, он также достаточно мягкий, чтобы вы, откусывая бутерброд, не выдавливали содержимое по бокам. И, наконец, такой хлеб обычно дольше хранится за счет специальных добавок. Они сохраняют текстуру хлеба в течение недели, позволяя вам наслаждаться бутербродами каждое утро, в то время как традиционный хлеб, скорее всего, зачерствеет на следующий день. Существует состояние, при котором вода может одновременно кипеть и замерзать. Оно называется тройной точкой и возникает, когда все три состояния вещества – жидкое, твердое и газообразное – существуют одновременно, не мешая друг другу. Для воды тройная точка наступает чуть выше температуры замерзания и при атмосферном давлении в шесть тысячных атмосферы. У голубой птички, которую вы видите на логотипе Twitter, есть официальное имя – это Ларри. Создатель социальной сети назвал ее в честь бывшего баскетболиста NBA Ларри Берда из команды Boston Celtics. Если вы надеетесь сэкономить, заряжая свой смартфон реже, позвольте вас разочаровать. Чтобы зарядить мобильный телефон, вы используете ничтожное количество электроэнергии, поэтому максимальная сумма денег, которую вы можете сэкономить в течение года, составит меньше одного доллара. Название Jeep произошло от аббревиатуры. Первоначально внедорожник назывался Jeep или автомобиль общего назначения. Лишь много позже Jeep стал брендом, который мы знаем сегодня. Бананы имеют изогнутую форму, потому что они тянутся к солнцу, а банановые деревья – это на самом деле трава. Грозди растут вниз, но сам плод стремится к солнцу, поэтому во время роста немного изгибается вверх. Слово Spandex, обозначающее материал для изготовления спортивной одежды, это анаграмма английского слова Expense, что значит «расширяться». Если вы захотите посмотреть все видео на YouTube, вам придется потратить на это тысячу лет, а потом еще примерно в тысячу раз больше из-за новых видео, которые появятся к этому времени. Вы, наверное, знаете, что помидоры – это на самом деле ягоды, бананы, перцы, арбузы и баклажаны тоже. На упаковке каждого косметического средства есть маленький значок в виде открытой банки. Он говорит о том, как долго вы можете безопасно использовать продукт после его открытия. На баночке обычно стоит цифра с буквой «М», которая означает «месяцев». Главное – запомнить, когда вы открыли упаковку, чтобы точно знать, когда пройдет 3, 6 или, например, 9 месяцев. На разъеме провода наушников часто бывает несколько колец, каждый из которых отвечает за различные компоненты. Одно кольцо для монофонического звука, два – для стерео, а третье означает, что в наушнике встроена функция микрофона. Чтобы узнать, полностью ли сварилось яйцо, просто покрутите его на столешнице. Если яйцо стабильно крутится и не переворачивается, значит, оно готово. Вместо того, чтобы использовать обычную воду, пожарные тушат огонь мокрой водой. Они добавляют в нее специальные вещества – химикаты, которые снижают поверхностное натяжение воды. Это помогает веществу лучше впитываться в предметы и быстрее распространяться. Занавеска для душа иногда становится слишком цепкой и мешает спокойно мыться. Этот эффект возникает, когда горячая вода снижает давление воздуха за занавеской. Более высокое давление снаружи толкает занавеску внутрь, и в результате чего вам кажется, что она хочет вас схватить. Если вы внимательно посмотрите на обычный мешок для мусора, то, скорее всего, заметите, что его шов словно вывернут наизнанку. На самом деле, не нужно встряхивать пакет, чтобы открыть его. Вы должны надеть его на мусорный бак, как шапку, затем просто протолкнуть середину пакета в бак. Таким образом, шов окажется там, где и должен быть – внутри. Если вам кажется, что доставать шоколадные конфеты из коробки пальцами неудобно, обратите внимание на маленькие углубления вокруг них. Они вам помогут. Нажмите на углубление рядом с конфетой, и она выскочит. Дополнительное отверстие верхней части раковины имеет несколько скрытых функций. Во-первых, если кто-то забудет закрыть кран, вода не перельется через край, и ванная не будет затоплена. Во-вторых, благодаря этому отверстию вода сливается быстрее, так как оно дает выход воздуху и помогает воде стекать в сифон. У многих чашек и кружек на дне есть небольшие желобки. Их добавляют из-за посудомоечных машин. Канавки позволяют воде стекать, чтобы она не пролилась вам на ноги, когда вы будете доставать чашку. Кроме того, эти желобки пропускают воздух, поэтому чашка не треснет, даже если наливать в нее очень горячий чай. Одежда дорожных рабочих и строителей обычно оранжевого цвета, так как он виден даже в плохую погоду. Этот цвет идеально подходит для привлечения внимания. Недаром спасательные жилеты и дорожные конусы тоже оранжевого цвета. Знак «Стоп» имеет форму восьмиугольника, чтобы водители легче его узнавали. Даже сзади. Когда знаки еще не были светоотражающими, восьмиугольник не давал водителям спутать знак «Стоп» с любым другим знаком ночью. Ребристые полосы по сторонам дороги нужны, чтобы предупреждать водителей, задремавших за рулем. Когда колесо попадает на эти полосы, шум и вибрация работают как будильник. На топливных шлангах на заправочных станциях магнитные замки. Они нужны на случай, если кто-то попытается уехать с заправочным пистолетом, все еще вставленным в машину. Замок автоматически отсоединяет шланг. Какой стыд! Бензин в лужах похож на радугу, так как он не может смешаться с водой. Он формирует тонкую мембрану над ней. Когда свет отражается от мембраны и воды одновременно, вы видите радугу. Тройная рукоятка канистры нужна для того, чтобы двум людям было удобнее ее нести, и горючее распределялось равномерно. Еще в канистрах часто есть второе отверстие, которое нужно открывать перед тем, как наливать бензин. Этот воздуховод предотвратит разливание бензина. Больше никаких убытков. У большинства канистр два отверстия с крышками. Одно побольше, другое поменьше. Нужно открыть отверстие поменьше перед тем, как заливать бензин в отверстие побольше. Благодаря этому жидкость не расплескается на вашу одежду и землю. Еще одна вещь, которую мы часто упускаем, это наконечник на тюбике мази. Большинство тюбиков запаяны термопластичной фольгой. Вскрывать ее ногтями – не лучшая идея. Для этого используйте наконечник. Большинство отверток можно использовать вместе с гаечным ключом для усиления вращательного момента. Просто поместите ключ на ручку отвертки. Так вам не придется прилагать слишком много усилий. А еще так легче добраться до труднодоступных зон. В магазинах, банках и больницах для лучшего контроля ситуации установлены камеры. Если что-то случится, вы можете вызвать полицию или спасателей. Камеры также помогают решить множество проблем. Почему же их нет в самолетах? На борту за порядком следит экипаж. Но случись что-то серьезное, они не смогут ничего сделать. Кстати, бежать в самолете тоже некуда. Во время полета камеры не имеют смысла. А после полета вместо камер идеально работают показания пассажиров. Вне взгляд камер нет толка. Зачем тратить на них деньги? Вода отлично очищает вещи, так как ее молекулы треугольные. Они состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода, эмм, Н2О. Заряды таких молекул по разные их стороны слегка отличаются, почти как у магнитов. Именно поэтому вода легко прилипает к другим молекулам, включая те, из которых состоит грязь. У многих частных домов треугольные крыши, так как это позволяет дождю, снегу и опавшим листьям скатываться вниз. Если бы все это скапливалось на крыше, то однажды она провалилась бы. С надвижением грозы облака кажутся темнее. Но это иллюзия. В солнечный день тонкие облака легко пропускают свет. Они также рассеивают все цвета светового спектра, поэтому облака кажутся нам белыми. Но чем толще облака и чем больше в них капель воды, тем меньше света они пропускают и тем более темными кажутся нам. Хорошие дверные ручки делают из латуни, бронзы или медных сплавов. Эти металлы обладают антимикробным эффектом. На их поверхности бактерии распространяются медленнее. А еще они довольно быстро избавляются от микробов всего за пару часов. Но это не значит, что вам не надо мыть руки. Симметричная форма алмазов подчеркивает их блеск. Изначально эти камни не такие красивые. Они проходят через несколько этапов обработки, прежде чем стать изысканными. Большинство камней имеют круглую форму со слегка заостренными краями. Так они ярче сияют. Вы задумывались, для чего этот крошечный карман на ваших джинсах? Раньше люди носили карманные часы. Кармашек предназначался для них. Сейчас карманные часы редкость, но кармашек на джинсах остался. В него можно положить что-то небольшое, например, кольцо. В Лондоне есть столбы, напоминающие уличные фонари, но в них нет лампочек. Это так называемые смрадные трубы, и они пережиток прошлого. Но в 19 веке они были очень полезны. Полы столбы выпускали воздух и взрывоопасные газы с пахими запахами, чтобы предотвратить нежелательные последствия. У большинства кухонных ножниц посередине между ручками есть металлические зубчики. Ими можно колоть орехи, панцири крабов и другие твердые продукты, а также открывать банки и бутылки или обрезать стебельки трав. Кожа часто смотрится тусклой из-за того, что покрыта крошечными царапинами. Они рассеивают цвет, падающий на материал. Покрывая обувь слоем воска, вы заполняете эти трещинки. Поверхность становится более гладкой, и лучи отражаются от нее равномернее, поэтому кожа выглядит блестящей. Текстовые выделители наполнены полупрозрачными флуоресцентными чернилами, которые светятся в тусклом свете. Самые популярные оттенки – это желтый и светло-зеленый, они не мешают вам видеть текст после ксерокопирования. Копировальные машины воспринимают желтые и светло-зеленые отметки очень тусклыми и не печатают их. Магниты делают в форме подковы, так как это увеличивает их магнитную силу. Цвета тоже имеют значение. Синяя часть означает южный полюс, а красный – северный. Оба полюса работают одновременно и усиливают силу притяжения. Оказывается, отверстие размером с монетку в двери лифта – это замочная скважина. Если двери заклинят, то диспетчер сможет открыть их вручную благодаря скважине, используя специальный ключ. Крошечная дырка в окне самолета нужна, чтобы сбалансировать давление воздуха. Иллюминатор состоит из трех слоев. Внешний – суперпрочный, он выдерживает перепады давления воздуха во время взлета и посадки. Внутренний – ближе к вам, сделан из более дешевых материалов, он предотвращает потенциальные повреждения. Дырка же находится в средней панели, она не только уравновешивает давление, но и защищает иллюминатор от запотевания. Щетки на эскалаторах нужны для безопасности. Они не позволяют вам приблизиться к краю лестницы, благодаря чему одежда не застревает между ступенек. Солнце кажется нам желтым или оранжевым, так как атмосфера нашей планеты лучше рассеивает синий, зеленый и фиолетовый цвета. По той же причине солнце кажется теплее на рассвете и на закате. Наверняка, отправившись в магазин за апельсинами, вы найдете их в красной сетке. Их редко увидишь без нее. Это маркетинговый ход, и цвет выбран не случайно. Итак, подумайте вот о чем. Насечки на ребре монет начали делать, чтобы бороться с фальшивомонетчиками. Раньше мошенники стачивали гладкие края монет и использовали металл для чеканки новых денег, но с помощью насечек это стало невозможным. Цилиндры на зарядных кабелях называются дросселями или ферритовыми сердечниками. Это магнитный оксид железа, который защищает ваше устройство от электромагнитных помех и сбоев. Все знают о маленьких карманах на джинсах, где раньше хранили карманные часы. А как насчет маленьких металлических пуговиц. Они удерживают ткань в тех местах, где джинсы могут порваться при движении или натяжении. Маленькие отверстия на рюкзаках нужны, чтобы привязывать к ним снаряжение. Или можно пропустить через них веревки и привязать кроссовки, если не хотите класть их в рюкзак или нести в руках. Крошечная точка рядом с камерой на вашем смартфоне – это микрофон. Он нужен для получения звука хорошего качества при съемке видео. Функцию Spotlight на Mac можно использовать не только для поиска файлов и приложений, а еще и как калькулятор. Просто введите математическую задачу, которую нужно решить. Spotlight использует данные внутреннего словаря. Введите любое слово в строку поиска, и вы сможете получить нужную информацию. Вы купили новую бутылку масла. Вы отвинчиваете крышку и видите маленькую пробку с петлей. Выньте ее, но не выбрасывайте в мусорку. Верните ее на место в перевернутом положении, чтобы контролировать нужное количество масла, зажимая ее пальцем. Благодаря выступам на клавишах А и О, пальцем легче перемещаться по клавиатуре во время ввода. Когда указательные пальцы находятся на этих выступах, становится понятно расположение других букв. Щетки по краям эскалатора нужны не для полировки обуви, а для вашей безопасности. Щетинки предотвращают попадание шнурков и одежды в механизмы эскалатора. Это было бы неприятно. Многие дверные ручки сделаны из латуни. Этот металл самостоятельно дезинфицируется и так значительно замедляет распространение микробов. Кабинки общественных туалетов не выглядят уютными из-за огромных щелей снизу. Эти щели нужны для того, чтобы всем хотелось как можно скорее оттуда выйти. Поэтому в общественных туалетах практически нет очередей. Можно использовать пластиковые крышки от стаканов как подставку. Они имеют идеальную форму, чтобы ставить на них стакан и защищать стол от разводов. Не переворачивайте крышку, а положите ее на стол в таком же положении, в каком она была на стакане. Если вы застряли в машине и не можете открыть двери, используйте стержни от съемного подголовника, чтобы разбить окно и выбраться наружу. Обращали внимание на маленькие диски под крышками бутылок. Они помогают сохранить вакуум в бутылке. Так напиток остается газированным дольше. Наверняка вы хоть раз в жизни наблюдали, как разогревается еда в микроволновой печи. Но почему двери делают такими темными? Эта черная сетка нужна для блокировки электромагнитных волн. Отверстия на навесных замках рядом с замочной скважиной нужны, чтобы внутри не скапливалась вода. А если замок заклинит или он начнет ржаветь, через это отверстие можно залить масло. Мяч для гольфа покрыт крошечными ямочками для лучшей аэродинамики. Такая конструкция помогает мячу лететь дальше и более равномерно. На дне некоторых кружек есть небольшие канавки. Благодаря им вода не скапливается на чашке, когда она находится в посудомоечной машине. Солнцезащитные очки были изобретены не для того, чтобы защищать глаза от солнца, а для арктических экспедиций. Огромное количество снега может ослепить, как яркая вспышка. Для защиты глаз и придумали эти уникальные очки. Футболки можно не только носить на себе, но и использовать их для защиты багажа. Просто наденьте ее на чемодан в качестве чехла и не тратьте время на упаковку в пластик. Пуговица на задней части воротника рубашки нужна была для того, чтобы удерживать галстук. Сейчас она больше не актуальна, потому что галстуки стали тоньше, но пуговица осталась в качестве декора. И вот изначальная цель галстука. Его придумали в Европе в 17 веке, чтобы затягивать воротник и защищаться от сильного ветра. А потом все так привыкли к этой части наряда, что она стала обязательным аксессуаром для королевских приемов. Мягкие помпоны были изобретены несколько столетий назад. Моряки использовали их на шапках, чтобы не биться головой о низкие корабельные потолки и выступил. В вешалках для одежды из кедрового дерева содержатся натуральные масла. Это отпугивает главную любительницу одежды – моль. Сферическая форма лампочки позволяет свету распределяться равномерно. А еще такие лампочки дешевле и проще в производстве. Вы когда-нибудь находили в новой одежде кусочки ткани? Их используют при первой стирке. Просто положите кусочек ткани в стиральную машину и выберите режим. Если все в порядке, то и основное изделие можно будет стирать на этом же режиме. У потолочных вентиляторов есть два режима работы – зимний и летний. Установите переключатель вверх, чтобы активировать зимний режим, а вниз – для летнего. В летнем режиме вентилятор сгоняет воздух вниз, а зимой вытягивает вверх. У многих в уборной есть круглый вантус. В фильмах их используют, чтобы устранить засор в туалете. На самом деле он нужен для того, чтобы избавляться от засора в раковине, а для туалета используется другое приспособление. Пространство под духовкой нужно не для хранения сковородок и кастрюль. Туда можно ставить готовые блюда, чтобы они оставались теплыми. Удобно, когда вы ждете гостей, опаздывающих на ужин. Вы достаете попкорн из микроволновой печи после разогрева и видите маленькую дырочку в верхней части пакета. Ее можно использовать, чтобы избавиться от нераскрытых зерен. Встряхните пакет над тарелкой, и все зерна выпадут. Многие неправильно используют дорожную подушку, выставляя два конца вперед и откидывая голову назад. Попробуйте перевернуть подушку на другую сторону. Дуга должна находиться под вашим подбородком, а концы должны быть направлены назад. Наклоните голову вперед, и шея будет намного комфортнее. И вы как следует вздремяете. Магниты делают в форме подковы, чтобы увеличить их магнитную силу. Синяя часть указывает на южный полюс, а красная — на северный. Два полюса работают одновременно и усиливают притяжение. Благодаря особенностям конструкции, многие самолеты могут пролететь большое расстояние даже без двигателя. В 1268 году Роджер Бекон впервые написал об использовании линз телескопа в оптических целях. В то время линзы в оправах использовались для чтения и в Европе, и в Китае. Так что непонятно, позаимствовал ли их запад у востока или наоборот. Если оказаться в море без еды, можно попробовать порыбачить, используя в качестве приманки все, что угодно. Телефон, часы или ключи. А еще в качестве лески можно взять шнурки. Привяжите приманку и бросьте ее в воду. И удачи в ловле рыбы, которая проглотила ваш телефон. Это будет здорово! Каждый год производится более 40 миллиардов штук печенья Орео. Это самое популярное печенье в мире. В орнамент, который на него наносят, входит логотип компании Nabisco. Он окружает слово Орео. Уильям Тюрньер придумал дизайн шоколадного печенья, который мы видим по сей день еще в 1952 году. Разъемы для наушников уходят в прошлое из-за беспроводных технологий. Но если вы когда-нибудь к ним присматривались, то могли заметить кольца у основания штекера. Одно кольцо отвечает за воспроизведение звука, два кольца – за стереозвучание. А три кольца означают, что в наушниках есть и стереозвук, и встроенный микрофон. У оранжевых, красных, фиолетовых, желтых и лимонно-зеленых колец сухих хлопьев для завтрака Fruit Loops есть одна шокирующая тайна. Разные цвета не означают вкусы разных фруктов. Все кольца имеют один и тот же вкус и аромат. А расцветка – это просто для красоты. Буква «Е» в логотипе Делл расположена под углом, потому что основатель компании, Майкл Делл, хотел, чтобы его технология перевернула мир с ног на голову. Не переживайте из-за маленьких красных пятнышек, которые иногда можно увидеть после того, как вы разбили яйцо. Крошечные пятна крови могут быть вызваны небольшим разрывом кровеносного сосуда курицы, когда она несла яйцо. Такие яйца абсолютно безопасно употреблять в пищу. Но если хотите, пятнышко можно удалить. Вкус яйца в любом случае не изменится. Слово «кетчуп» позаимствовано из многих культур, таких как китайское, малайское и индонезийское. Первоначально оно означало маринованный рыбный соус. Основные компоненты современного кетчупа – томаты, уксус, сахар и специи. Логотип онлайн-площадки Airbnb – это вовсе не изогнутая скрепка, как может показаться на первый взгляд. Все гораздо сложнее. Там есть голова человека, значок местоположения и сердце. Вместе они образуют букву «А» и выступают символом единения. Красный пищевой краситель Е120, он же «Кармин», изготавливается из крошечных жуков. Его используют для окрашивания всего – от тортов и конфет до напитков. За блеск леденцов также отвечают насекомые, а именно – самки индийских лаковых червецов. Они оставляют после себя вещество, которое потом соскабливают с деревьев, чтобы превратить в высушенный шеллак – смолу, для придания глянцевого вида. Логотип Mozilla Firefox – это вовсе не леса, окружающая планету. На самом деле это красная панда. Огненной лисицей, что по-английски означает «файрфокс», ее называют в Китае. Крышки люков для технического обслуживания на улицах обычно круглые по соображениям безопасности. В античных цивилизациях, например, в Древнем Риме, канализационные люки представляли собой каменные плиты квадратной формы. К сожалению, с ними происходили разные несчастные случаи. Если люки закрывали неправильно, квадратная крышка могла проскользнуть в квадратные отверстия по диагонали. Круглые крышки устранили эту проблему. Они не проскальзывают внутрь, потому что у них нет углов. Технически помидор – это не овощ, а фрукт. А банановые деревья не связаны ни с пальмами, ни с деревьями вообще. Это трава. Банан считается травой, потому что никогда не формирует древесный ствол, в отличие от дерева. Вместо этого он образует сочный стебель, как лимонник или его двоюродный брат имбирь. А еще бананы можно назвать ягодами. Мост «Золотые ворота» не задумывался оранжево-красном. Предполагалось, что он будет совсем других цветов, например, черно-желтым или красно-белым, как леденец. Было важно сделать его хорошо заметным для судов и самолетов среди постоянных туманов Сан-Франциско. Но когда приехала сталь, она была вся покрыта оранжевой грунтовкой для защиты от ржавчины. И архитектору понравился этот цвет. Таким мост и остался. Ножки на задней панели клавиатуры сделаны не для того, чтобы вашим запястьям было удобнее. Более того, долгое использование клавиатуры с выдвинутыми ножками может утомить и повредить запястье, а также замедлить процесс набора текста. Ножки помогают лучше видеть буквы и цифры, если вы не умеете печатать вслепую. Цвет перца чили ничего не говорит о его вкусе или остроте. Чем меньше перец, тем он обычно острее. Острота исходит не от семян, как считают многие, а от белых оболочек, в которых они находятся. На горе с логотипа шоколада Таблерон прячется изображение медведя, стоящего на задних лапах. Похоже, он готовится съесть вон того беднягу. А может и нет. Медведь – это один из символов швейцарского города Берн, где были созданы треугольные шоколадки. Название Таблерон обыгрывает фамилию основателя компании «Тоблер» и итальянское слово «Тороне», означающее «мёд» и миндальную нугу. Пространство под стаканом с лапшой предназначено для защиты лапши во время транспортировки. Эта техника называется «средняя подвеска», а пенопластовый стакан в целом не только защищает лапшу, но и помогает ей размягчаться более равномерно и быстро. Если вы считали отверстие в корпусе шариковой ручки абсолютно бессмысленным, то вы ошибались. Это вентиляционная система, которая помогает чернилам выходить более плавно. Давление воздуха внутри и снаружи ручки выравнивается, что позволяет чернилам беспрепятственно попадать к шарику. Один из самых узнаваемых логотипов в мире велоспорта имеет скрытый элемент. Внутри названия «Тур-де-Франс» в буквах О, У и Ар прячется велосипедист. Металлические крепления заправочных шлангов на бензоколонках имеют уникальный дизайн на случай, если кто-то забудет вынуть пистолет из бензобака. Когда водитель начнет отъезжать, шланг отстегнется, и ни машина, ни колонка не получат повреждений. Найти правильную полосу движения для съезда может быть непросто, особенно в чужой стране. Обратите внимание на ту сторону дороги, где расположены знаки съезда. Это и будет полоса, на которой вам нужно находиться. На некоторых зубных пастах есть заглушка, которую необходимо удалить, чтобы начать использовать средства. Вместо того, чтобы пытаться оторвать этот кусочек фольги, можно использовать специальный шип на крышке зубной пасты. Одна из самых узнаваемых статуй в мире, статуя Свободы, 16 лет служила маяком. Однако этот свет был едва заметен даже с Манхэттена. В 1901 году статую официально вывели из эксплуатации в качестве маяка. Туристы могли посещать факел, чтобы любоваться потрясающим видом на город. Но в 1916 году в результате несчастного случая факел статуи Свободы был поврежден, и с тех пор он закрыт для публики. Символ компании Тойота — это нечто большее, чем кольца, нарисованные вместе. Три пересекающихся овала символизируют слияние сердец клиентов и производителя. Роллы Калифорния состоят из морских водорослей, риса, огурцов, авокадо и крабового мяса. Но это вовсе не крабовое мясо. Сурими — это имитация крабового мяса. Продукт делается из белой рыбы, смешанной с сахаром, а не из ракообразных. Затем рыбную смесь нагревают и прессуют форму. Логотип компании Beats — это не просто строчная буква «Би» в красном круге. Круг символизирует человеческую голову, а буква «Би» — наушник. Маленькие черные точки по краям автомобильных стекол называются фритты. Это частички черной эмали, которые наносятся на лобовые стекла во время производства. Они блокируют ультрафиолетовые лучи и помогают распределять температуру между металлом и стеклом. Внутри логотипа компании Unilever вскрыто 24 символа. Давайте посчитаем. Солнце, голубь, растения, искра, перец чили, ложка, миска, цветок, мороженое, рука, волосы, губы, водоворот, рыба, одежда, пчела, частицы, упаковка, трансформация, волны. ДНК, пальма, сердце и эффективный цикл, что бы это ни значило. Они представляют все, во что компания верит и что производит. Что и ДНК тоже. Шпильки для волос задуманы таким образом, чтобы к коже головы была развернута зигзагообразная часть, а не плоская. Это обеспечивает лучшее сцепление с волосами и кожей, благодаря чему шпилька держится дольше. Новые модели iPhone с большими экранами имеют удобную опцию под названием «Опускание экрана». Благодаря ей вам не придется мучиться, чтобы добраться до верхней части экрана. Эту функцию можно найти в настройках специальных возможностей телефона. Она позволит вам опустить экран. Шумовые полосы на обочине дороги предназначены, чтобы будить водителей, которые задремали за рулем. Когда шины автомобиля попадают на эти полосы, шум и вибрации работают как будильник. Большинство кухонных ножниц имеют посередине металлические зубчики, похожие на плоскогубцы. Они позволяют использовать устройства для нескольких целей. Обычно они находятся между ручками, чтобы можно было раскалывать орехи, панцири крабов и тому подобное. С их помощью также можно открывать банки и бутылки. Некоторые даже используют эти зубцы для удаления стеблей трав. Если у аудиоразъема три кольца, значит, ваше устройство может воспроизводить стереозвук. И в ваших наушниках есть функция микрофона. Черная решетка на дверце микроволновой печи называется клетка Фарадея. Она нужна, чтобы улавливать микроволны, иначе еда не будет готовиться должным образом. Цифры на яйце могут многое рассказать о продукте. В ряде стран существует специальная система маркировки. Первое число указывает на способ производства. Двухбуквенный код обозначает страну, в которой яйцо было произведено. За ним можно увидеть регистрационный номер, который указывает на конкретное место производства. Первое число в этом коде может варьироваться от нуля до трех. Ноль означает, что это органическое яйцо. Один – яйцо, снесенное курицей, которое разрешено бегать на открытом воздухе. Два – это яйцо, произведенное в закрытом помещении. Три – яйцо от курицы, содержащиеся в клетке. Черная полоса и точки, которые проходят по краям лобового стекла, называются фриты. На самом деле это запеченная керамическая краска. Она начинается со сплошной черной полосы у края лобового стекла и затем переходит в мелкие точки. Полоса делает стекло более грубым и клей лучше к нему прилипает. Также она защищает уритановый герметик, вещество, которое крепит стекло к раме, и не дает клею плавиться под ультрафиолетовыми лучами солнца. Что касается черных точек, то они помогают более равномерно распределять температуру в салоне. А еще они носят эстетическую функцию. Без них контраст между стеклом и темной полосой был бы слишком резким. Если вы видите пару джинсов с дополнительной петлей, это специальные джинсы для велосипедистов. Скорее всего, они относятся к коллекции для загородного отдыха. Назначение этой петли – удерживать замок велосипеда. У бегунков молнии часто есть наружные кольца. Особенно если на молнии два бегунка. Эти кольца позволяют соединять их вместе и закрывать замочком в избежании кражи. У клавиатур есть маленькие ножки. Их разработали для того, чтобы клавиатура находилась под наклоном, и пользователь лучше видел, какие клавиши нажимает. Однако при работе на плоской клавиатуре запястья устают намного меньше, и людям, которые могут печатать не глядя на клавиатуру, эти ножки не нужны. Ложка для оливок обычно изготавливается из нержавеющей стали и имеет небольшие отверстия, вырезанные в чашеобразной головке. Когда вы зачерпываете такой ложкой оливки, вишни, маринованный чеснок и другие продукты из банки, отверстия позволяют быстро и легко сливать лишнюю жидкость. Удобно, правда? Пончики делают в форме колец, потому что в противном случае они будут пересушенными по краям и сырыми, и липкими внутри. Благодаря отверстиям они готовятся равномерно. Пончики без отверстий обычно заполняют заварным или сливочным кремом, или желе. Хм, у них нет углов, а значит, меньше слабых мест, из которых может вылиться начинка. Если держать полную коробку сока слишком крепко, можно всё разлить. Чтобы этого избежать, отогните треугольники по бокам коробки с соком и используйте их, чтобы держать напиток. У некоторых автомобилей на приборной панели есть крошечный знак с чашкой кофе. Это часть механизма, который не даст вам уснуть за рулём. Некоторые производители оснащают свои авто с системой обнаружения сонливости. Она анализирует скорость, угол поворота колёс и отклонение от полосы движения и выясняет, не пора ли водителю сделать перерыв. Если это так, автомобиль начинает подавать звуковые сигналы, и знак кофейной чашки принимается мигать. Наклейки на фруктах и овощах в супермаркете полны информации. Если на наклейке есть четырёхзначный код, продукт был выращен обычным способом. В большинстве случаев это также означает, что в процессе использовались пестициды. Если продукт органический, на наклейке будет пять цифр, а первая цифра – девять. Генетически модифицированные продукты также имеют пятизначный код, ну а первая цифра там восемь. Сахар раньше продавался в виде сахарных голов. Это такие высокие твёрдые конусы. В те времена, чтобы добыть сахар к чаю, нужно было использовать специальный молоток. После этого сахар раскалывали на более мелкие и аккуратные куски. Только в середине девятнадцатого века изобрели первый пресс, который начал нарезать сахар кубиками. Продукт стало легче хранить и транспортировать. В небольшое отверстие в ключе можно вставить отвертку, чтобы придать ключу дополнительный крутящий момент. Этот метод также хорош при неудобном угле. Когда вы водите в темноте, вам может мешать свет фар автомобилей позади вас. Если у вас ручное зеркало заднего вида, найдите внизу язычок и сдвиньте его. За стеклом в зеркале расположен отражающий материал, и, сдвинув язычок, вы измените угол его наклона и приглушите отражённый в зеркале свет. Ложки для мороженого бывают разных цветов, и обычно это связано не с эстетикой. Свет указывает на размер ложки. Таким образом вы сможете легко вычислить, сколько шариков получится из килограмма мороженого. Ух ты, килограмм мороженого! Я в деле. Некоторые колпачки на тюбиках полые сверху и имеют небольшой шип внутри. Его назначение проколоть наклейку из фольги или заглушку, которая запечатывает тюбик. Просто прижмите верх крышки к горлышку тюбика, и вам не придётся отрывать крошечную фольгу пальцами. Символ с буквы R в круге на упаковке продукта означает, что торговый знак официально зарегистрирован, и владелец торговой марки имеет право размещать его на всех своих продуктах. Он также может подать в суд на любого, кто попытается использовать эту торговую марку. У заправочных пистолетов на бензоколонках обычно имеется небольшая металлическая защёлка на рукоятке. Её можно использовать, чтобы зафиксировать рукоятку в нажатом положении. Тогда бензин продолжит поступать в бак, даже если вы её отпустите. В прошлом монеты были разных форм, иногда довольно странных. Нечестные люди использовали это в своих интересах. Они крали ценные металлы, из которых были сделаны монеты, срезая углы. Чтобы предотвратить такого рода мошенничество, монеты стали делать круглыми и наносить на их ребра засечки. Случалось ли вам, наслаждаясь любимой музыкой в своей комнате, любоваться сабвуфером колонки, откуда до ваших барабанных перепонок доносилось великолепное звучание? Все мы так делали. Но вы когда-нибудь задумывались, почему ваша колонка, как и почти все другие колонки в мире, чёрного цвета? Некоторые из вас, вероятно, сейчас возмутились, потому что ваша колонка зелёная, красная или любого другого цвета радуги. Но, во-первых, я сказала почти все, а во-вторых, если вы внимательно посмотрите на своё яркое устройство, то, скорее всего, увидите, что сам динамик у него чёрный. Возможно, это связано с тем, что в первоначальной технологии динамиков использовалась мембрана с чёрными частицами на ней. Когда звук усиливается, он посылает импульс сквозь мембрану, и эти чёрные частицы движутся вверх. Частицы углерода, подпрыгивая и касаясь верхней мембраны, отвечают за создание отчётливых и насыщенных звуков, которые мы так любим. Производители колонок должно быть устали от того, что их продукция меняла цвет при длительном контакте верхней мембраны с чёрными частицами. Поэтому решение перейти на выпуск чёрных колонок кажется логичным. Другая возможная причина, по которой колонки чаще всего окрашивают в чёрный цвет, заключается в том, что этот оттенок вписывается практически в любой интерьер. Стены, мебель и ткани обычно смотрятся хорошо в сочетании с этим цветом, поэтому он так распространён везде, куда бы вы ни пошли. Прослушивание музыки – одно из любимых развлечений современных людей. В наши дни динамики можно найти повсюду – в телевизоре, ноутбуке, телефоне. От них никуда не деться. Но давайте посмотрим, с чего всё начиналось. Это была телефонная и радиотехника. Первый динамик был разработан немцем Иоганном Филиппом Рейсом в 1861 году. Он был изобретателем-самоучкой и установил динамик на свой телефон. Устройство могло воспроизводить музыкальные тона, а после нескольких доработок стало справляться и с приглушённой речью. Александр Грэм Белл, изобретатель телефона, решил создать улучшенную версию динамика Рейса. По сути, Белл и другие изобретатели хотели создать электродинамическое устройство. В 1877 году его ещё не существовало, но исследования подтверждали, что сделать такой динамик, о котором мечтали многие изобретатели, вполне возможно. Главную роль здесь, пожалуй, сыграла работа Вернера фон Симменса, предложившего идею динамика с электромагнитной катушкой. Почему в динамиках используются магниты, спросите вы. В каждом динамике в наше время есть электрический ток. Это то, к чему так стремились изобретатели устройства. Когда этот электрический ток изменяется, он создаёт магнитное поле. Чтобы заставить панель динамика двигаться, используются магниты. Они создают противоположное магнитное поле, которое создаёт вибрации. Эти вибрации и есть звук, который мы слышим. Чем больше магнит, тем громче будет динамик. Другой изобретатель Томас Эдисон из США запатентовал в Великобритании систему, которая использовала сжатый воздух в качестве усилительного механизма. Первый коммерческий электрический громкоговоритель увидел свет только в 1924 году. Качество воспроизводимого им звука было достаточно хорошим для кинофильмов. Следующего новаторского достижения в мире громкоговорителей пришлось ждать 20 лет. В 1943 году появился коаксиальный динамик «Дюплекс». Он обеспечивал лучшую чёткость и согласованность звука при высокой громкости, что было важно в кинотеатрах. Его вполне уместно прозвали «Голосом театра». Американская Академия кинематографических искусств и наук оценила коаксиальный динамик. И к 1955 году он стал стандартом киноиндустрии. Эта конструкция используется до сих пор. Киноиндустрия серьёзно относится к качеству звука, как и кинотеатры, в которых мы смотрим новые фильмы. Вы могли заметить, что в кинотеатрах на стенах часто висят плотные шторы. Это звукоизоляционные или акустические шторы, и они намного толще обычных. Они либо состоят из более плотных тканей, либо имеют более качественную подкладку. Такие шторы поглощают звук и уменьшают акустическое отражение от потолка, окон и ровных стен зала. В конечном счёте вы можете наслаждаться безупречным звуком. Полы в кинотеатрах покрывают толстым ковролином по той же причине. Он помогает задерживать звук, обеспечивая изоляцию. Ковёр также укладывают, чтобы вам не мешали шаги во время киносеансов. Та же концепция улавливания звука делает звук динамика более громким, если положить телефон в чашку. Любой динамик, расположенный в открытом пространстве, распространяет звук во всех направлениях. Когда динамик вибрирует, создавая звуковые волны, одинаковое количество энергии выходит и спереди, и сзади. Поместив динамик в какой-либо корпус, мы можем перенаправить часть энергии, исходящей из задней части динамика, вперёд. Помещая динамик в чашку, вы направляете звук более эффективно. Он распространяется только в одну сторону, поэтому кажется громче того, что вы слышите, когда вынимаете телефон из чашки. Раз уж мы заговорили о телефоне, вы когда-нибудь задумывались, почему ваш смартфон заставляет колонку издавать жужжащий звук? Такое может происходить, когда два гаджета находятся рядом друг с другом, и телефон пытается отправлять или получать данные. При передаче информации рядом с динамиками возникают электромагнитные возмущения. Это создаёт аудиошумы, и в результате вы можете услышать характерное жужжание. Простой способ защитить удивительную вибрацию, которую создаёт для вас колонка, от этого раздражающего жужжащего шума, просто отодвинуть подальше телефон или колонку. Это устранит электромагнитные помехи. Исследования, проведённые в США, показывают, что у 70% людей есть две или больше пар наушников. 46% из них носят свои наушники больше двух часов в день. Одни выбирают наушники по внешнему виду, другие – по качеству звука. В любом случае найти подходящую пару очень важно, ведь многие готовы потратить на наушники круглую сумму. Наушники стали модным аксессуаром, и известные личности пытаются повлиять на индустрию наушников, как на индустрию моды. Музыкальные магнаты Dr. Dre и Jimmy Ayovin запустили бренд наушников Beats by Dre, который быстро покорил мир. Если вы увидите пожарный гидрант на улице, то подумаете, что его высота составляет около метра. Но на самом деле размеры устройства, используемого для обеспечения водой пожарных по всему миру, в два раза больше. Дело в том, что половина гидранта спрятана под землёй. Обычно эти устройства красного цвета, и это не просто вопрос городского дизайна. Гидранты должны быть ярких, легко заметных цветов, чтобы пожарные могли быстро заметить их в случае необходимости. Выбор цвета может зависеть от мощности гидранта. Например, в некоторых штатах США это выглядит так. Красный пожарный гидрант способен выплёскивать 1900 литров воды в минуту, а оранжевый — более 3500 литров. Зелёные выдают до 5700 литров в минуту, а синие — самые мощные, ещё больше. Разве не раздражает, когда шар для боулинга трескается во время игры? Оказывается, в основном это происходит из-за неправильного хранения шара или скачков температуры. А теперь признайтесь, раз он уже треснул, неужели вам неинтересно, что находится внутри? Мне — да. Давайте посмотрим. Внутреннее ядро шара делают из порошкообразных оксидов металлов, например, оксида кальция или железа. Их смешивают со смолой и катализатором, чтобы вся смесь затвердела. Штука в форме лампочки, которую вы видите внутри шара, на самом деле является его самой тяжёлой частью. Она влияет на то, как шар вращается при движении по дорожке. А как насчёт баланчика с краской? Когда вы его трясёте, он издаёт странный звук. Но что это за штука внутри? Она называется горошина и помогает поддерживать красящую смесь в хорошем состоянии. Обычно её делают из пластика, металла или керамики. По сути, он выполняет роль венчика, который перемешивает краску перед нанесением на выбранную вами поверхность. Вы когда-нибудь задумывались, почему газировка в бутылках долго остаётся шипучей? Под крышкой бутылок есть маленькое пластиковое кольцо. Оно служит для того, чтобы газ не выходил из бутылки, даже если вы целый день будете трясти её в сумке. Кстати, о вещах, которые мы используем в жаркий летний день. Подождите, не надевайте пока бейсболку! Посмотрите на неё внимательно, и вы заметите, что на самом верху есть маленькая пуговица. Как думаете, это просто элемент дизайна? Когда люди только начали шить такие кепки из ткани, пуговица была более функциональной. Она находится в верхней части бейсболки, там, где соединяются все клинья. Раньше она помогала удерживать их вместе. Теперь технологии изменились, и функция пуговицы скорее эстетическая. Она скрывает место соединения клиньев. Возможно, на вашей кепке вообще нет пуговицы, но не кажется ли вам, что с ней бейсболка выглядит лучше? У хлопковых дисков две стороны. И если вы внимательно посмотрите на них, то обнаружите, что они различаются по текстуре. Текстурированная сторона предназначена для нанесения макияжа, а гладкая для снятия. Книжные черви — этот факт для вас. Бумажные суперобложки, которые прилагаются ко многим книгам в твердом переплете, предназначены не только для того, чтобы привлекать внимание. Они также могут служить закладками. Просто сложите страницы, которые вы уже прочитали под внутренний клапан суперобложки, и вуаля! Когда будете в следующий раз надевать рубашку, посмотрите на петлю для верхней пуговицы. Она развернута горизонтально, а все остальные вертикально. И это не случайность. Пока все петли делали одинаковыми, верхняя и нижняя пуговицы рубашек непроизвольно расстегивались в течение дня. Когда направление проблемных петель изменили, непослушные пуговицы перестали расстегиваться сами по себе. Сейчас печенье с кусочками шоколада настолько распространено, что нам трудно представить, как мы раньше жили без него. Вы можете встретить мороженое с таким печеньем или даже приготовленный из него торт. На самом деле, знаменитое печенье изобрели лишь в 1930 году. История гласит, что женщина по имени Рут Грейвс Уэйкфилд хотела испить шоколадное печенье для гостей, но обнаружила, что у нее закончился пекарский шоколад – важнейший ингредиент для классического печенья. Чтобы исправить ситуацию, она нарезала плитку полусладкого шоколада, думая, что под воздействием тепла духовки он равномерно распределится по тесту. Все пошло не по плану. Но это и хорошо, ведь так появился новый десерт, который быстро стал классикой. Продолжая тему еды, можно отметить, что картофельные чипсы еще моложе печенья с кусочками шоколада. Есть множество историй, пытающихся объяснить, как и когда они появились. Одна из них звучит так. Нью-йоркский повар по имени Джордж Крам приготовил первые чипсы в 1953 году. Он решил опробовать новый способ приготовления, когда один из клиентов плохо отозвался о его картофеле фри. Он сказал, что ломтики были слишком толстыми и мягкими. Тогда Крам нарезал картофель тоньше и сильнее его обжарил. Людям очень понравилось это блюдо, и они с распростертыми объятиями встретили первую в истории партию чипсов. Мороженое в вафельном рожке? Если история правдива, то в 1904 году на всемирной выставке в Сент-Луисе у одного из продавцов мороженого закончились стаканчики. Тогда он придал вафле форму конуса, а что было дальше, вы и сами догадываетесь. Про образы жевательной резинки существует со времен древних греков. Люди всегда любили жевать. Однако, настоящая жвачка, которую мы покупаем сегодня, появилась лишь в конце 19 века. Американский изобретатель по имени Томас Адамс смешивал различные химические вещества для получения резины. Он попытался использовать древесный сок чикл. Резины из этого не вышло, зато получилась жвачка. Чикл и по сей день используют для производства большинства жевательных резинок. В 19 веке жил человек по имени Жан-Батис Джоли, который работал в текстильной промышленности. Он придумал нечто, что мы часто используем в наши дни, но изобретение связано не столько с ним, сколько с его служанкой. История гласит, что женщина случайно опрокинула керосиновую лампу на скатер. Жоли заметил, что ткань не испортилась, а стала чище. Вы уже догадались, что произошло дальше? Да, именно так возникла идея первой химчистки. Очень удачная случайность, как мне кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Но главная цель суперобложки – защищать книгу, если вы, допустим, прольете на нее сок или уроните еду во время чтения. У упаковки Тик-Так есть небольшой желобок в верхней части, чтобы вы получали только одно драже за раз. Хотя давайте будем честны, никто так не делает. Большинство из нас вытряхивает целую кучу за раз, а потом засовывают лишние дрожжи обратно. Резиновые бугорки между протекторами шин предназначены для вашей безопасности. Выпуклые кромки указывают на минимальную высоту протектора. Если бугорки сравнялись с кромками, вам пора посетить шиномонтаж. Если же бугорки заметно ниже уровня кромок, все в порядке. А что насчет черной решетки на дверце микроволновой печи? Это так называемый экран Фарадея, и он нужен для того, чтобы микроволны не вырвались наружу и не превратили всю комнату в клетку Фарадея. Если микроволны выйдут наружу, ваша еда не приготовится должным образом. Да, из-за решетки вам сложнее увидеть блюдо во время приготовления, зато электромагнитная энергия останется внутри. Вы знали, что отвертку можно использовать с гаечным ключом? Накиньте на нее гаечный ключ, чтобы увеличить крутящий момент. Именно для этого у отвертки такая форма. Вспомните о гаечном ключе, когда вам понадобится закрутить винт в неудобном месте. Вы наверняка слышали, что синяя сторона ластика может стереть ручку. Это неправда. Она рассчитана на то, чтобы стирать карандаш, но с более плотной бумаги. Синяя сторона может удалить кляксы, которые остаются после использования красной части ластика. Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсины в супермаркетах обычно продают в красном сетчатом пакете? Это трюк, чтобы фрукт казался вам более ярким и вам хотелось его купить. Маленький совет. Не выбрасывайте сетчатый пакет. Завяжите его, и у вас появится маленькая губка для мытья раковины, кухонных приборов и посуды. Наверное, вы замечали, что мячи для гольфа негладкие. Их поверхность покрыта множеством маленьких ямочек, но так было не всегда. В какой-то момент опытные игроки заметили, что старые мячи с дефектами летают дальше, чем новые. Такие изъяны создают турбулентность в воздухе вокруг мяча, что в итоге снижает тягу. Производители начали выпускать мячи с ямочками, чтобы они могли лететь дальше и быстрее. Зеркало Иногда в верхней части зубочисток есть канавки. Вы можете отломить кусок зубочистки и использовать его как подставку, чтобы не класть зубочистку прямо на стол. У зеркала заднего вида в автомобиле есть язычок, который помогает обеспечить вашу безопасность. С его помощью вы можете перевести зеркало в ночной режим, чтобы вас не слепил дальний свет едущих сзади машин. В общем, эта маленькая штучка помогает контролировать блики от чужих фар. Эта функция появилась в 30-х годах прошлого века, но стала частью стандартного оборудования большинства грузовых и легковых автомобилей только в 70-х. Видите крошечное отверстие в айфоне рядом с задней камерой? Это микрофон. Он нужен, чтобы телефон мог записывать звук, когда вы поворачиваете камеру. На некоторых проводах вы можете заметить толстый цилиндр. Он называется ферритовым фильтром, и его основное и единственное назначение – блокировать высокочастотные электромагнитные помехи вроде раздражающего статического шума, который возникает, если поднести телефон слишком близко к динамику. Кабели с большими цилиндрами очень полезны, так как они предотвращают подобные вещи. Знаете ли вы, почему на багажных сумках и рюкзаках у молнии обычно два бегунка? Так их удобнее и проще открывать, но не только это. Вы можете скрепить два бегунка вместе, чтобы посторонние не добрались до ваших вещей. В туалетах в общественных местах, например, в торговых центрах, под дверцами кабинок бывают большие щели. Они нужны для лучшей циркуляции воздуха. С такой дверью в туалете проще убираться, и вам сразу понятно, занята ли кабинка. Кроме того, если замок на двери вдруг сломается, у вас будет способ выбраться. Вы сможете просто проползти под дверью. Вы замечали пластиковые заглушки на хозяйственных ножах? Еще на их лезвиях есть желобки, чтобы вы могли отломить затупившийся кончик. Пластиковая заглушка поможет сделать это. Вам останется только сместить ползунок и выдвинуть острое лезвие. Если вы когда-нибудь рассматривали обычную продуктовую тележку, вы, вероятно, знаете о торчащих металлических петлях. Они предназначены для защиты предметов, которые вы везете в тележке. Вы можете повесить на петли пакеты с мягкими продуктами, такими как хлеб, или с хрупкими продуктами вроде яиц, чтобы случайно не раздавить их чем-нибудь тяжелым. У многих кофейных кружек есть изогнутые выемки на дне. Когда вы моете кружки, ставьте их в посудомоечной машине под углом. Так вода не будет в них скапливаться, и вы достанете из посудомойки не только чистую, но и абсолютно сухую посуду. Если вы любите Макфлури, вы, вероятно, замечали квадратное отверстие в ручке ложки этого десерта. Оно сделано специально для того, чтобы прикреплять ложку к специальной машине, которая смешивает мороженое и топпинги. Большинство металлических молний имеют внутри скрытый замок, который спасет вас от неловких ситуаций. Не оставляйте брелок молнии в поднятом положении. Когда вы опускаете этот брелок, молния автоматически блокируется, благодаря крошечным пазам, спрятанным под ним. Почти в любом общественном туалете вы увидите большой зазор между полом и дверью. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму уровень приватности и комфорта. Люди не засиживаются в кабинках и не создают очередей. Кроме того, так легче убирать и оказывать помощь в чрезвычайной ситуации. Испорченное молоко выделяет газы, как и большинство просроченных продуктов. У классического пластикового кувшина с молоком есть углубление с одной стороны. Когда газы расширяются внутри кувшина, он тоже расширяется, и выемка расправляется. А если вы захотите заморозить молоко, кувшин расширится, когда молоко станет твердым и займет больше места. На упаковке ватных дисков есть веревочки, чтобы ее можно было повесить на крючок или что-нибудь еще. И нет, не нужно развязывать и снова завязывать пачку. Посмотрите на ее дно. Там есть перфорированная линия. Разорвите ее, и вы сможете вытащить ватный диск. Бананы очень быстро чернеют. Чтобы они хранились дольше, оберните стебель пленкой, и плоды останутся свежими еще несколько дней. Большинство из нас едят картофель фри с кетчупом или другим соусом. Но если соус у вас в мягкой упаковке, бывает сложно найти, куда его налить. В следующий раз откиньте крышку в верхней части упаковки с картофелем фри наружу, и у вас получится импровизированная тарелка для соуса. У некоторых шариковых ручек сбоку есть крошечное отверстие, назначение которого не очевидно. На самом деле это системы вентиляции. Без нее чернила оставались бы на месте и не стекали к кончику ручки. Современные солнцезащитные очки для летчиков были созданы в 30-х годах прошлого века. До этого пилоты носили тонированные очки для защиты глаз от бликов и низких температур. Но их было недостаточно, чтобы блокировать слепящий свет. Поэтому пришлось разработать новый вид солнцезащитных очков, которые мы теперь знаем как «авиаторы». Тонкая металлическая оправа позволяла легко надевать и снимать их по желанию, а зеленый оттенок помогал отсекать синий свет. Кроме того, ставшие уже легендарными зеленые линзы пропускали всего 15% света, а каплевидная форма помогала пилоту смотреть вниз без риска быть ослепленным бликами. Петля для пуговицы на лацкане костюмных пиджаков, которая сейчас кажется бессмысленной, когда-то имела реальное назначение. В XVIII веке мужчины носили верхнюю одежду с высокими воротниками, застегивающимися на пуговицы. В особенно жаркие дни они расстегивали воротник. Тогда верхняя часть одежды образовывала на груди два откидных клапана. Эта форма со временем стала классической, и ее унаследовали костюмные пиджаки. Пуговицы уже нет, но петлица осталась на месте, как напоминание о прошлом. Многие куртки для активного отдыха имеют небольшой карман на груди. Его название – карман Наполеон, и это действительно отсылка к французскому императору. На портретах его часто изображали с одной из рук, засунутой внутрь пиджака на уровне груди. И эта поза стала знаковой. Карман Наполеон расположен как раз в том месте, куда император засовывал руку. В наши дни он используется для хранения карт, перекусов, и в него также отлично помещается смартфон. Кольцо на дне чугунной сковороды появилось, когда люди еще не научились использовать природный газ, и в основном готовили в дровяных печах. В них сжигали поленья, а затем ставили сверху кастрюли и сковороды, чтобы нагреть пищу. Кольцо на дне сковороды позволяло ей находиться чуть выше пламени. Впрочем, своим появлением это кольцо обязано конструктивным ошибкам. Когда вы делаете сковороду из чугуна, трудно добиться идеально ровного дна. И малейшая неровность заставляет сковороду шататься на плите. Тут-то и вступает в игру кольцо. Его можно отшлифовать, не делая это с остальной частью дна, чтобы не ухудшить качество посуды. После шлифовки кольцо становится идеально плоским. И сковорода не шатается. Клавиша Command, призванная помочь пользователям компьютеров Mac обходиться без мыши, появилась еще в 80-х. Ее первоначальное название было «клавиша Apple». Но Стив Джобс решил не злоупотреблять словом «эппл». Это означало, что нужен альтернативный логотип. Джобс поручил одному из растровых художников компании найти символ, отражающий понятие «команда». И форма, которую он придумал, знаковый крендель, была вдохновлена картами скандинавских стран. Там таким образом отмечают кемпинги. У зажигалок для свечей есть секрет. Они не такие уж особенные. В большинстве случаев внутри них находится обычная зажигалка плюс специальный механизм, помогающий искре зажечь свечу. На этикетках фруктов и овощей можно увидеть цифры, указывающие на страны, откуда их привезли, и способ их выращивания. Пятизначное число, начинающееся на 8, означает, что фрукт или овощ был генетически модифицирован. Если число начинается с 9, он был выращен органическим способом. Остальные фрукты, выращенные обычным способом, имеют четырехзначные номера, начинающиеся с тройки или четверки. Разноцветные круги на дне пакета с чипсами сообщают производителю о том, что все напечатано правильно, а их расположение указывает резательной машине точное место для разреза. На косметическую продукцию наносят значки, которые выглядят как открытая коробка с надписью 12М или 24М. Этот значок говорит о том, как долго можно использовать продукт после вскрытия. Цифра означает количество месяцев. В Лондоне некоторые столбы выглядят как уличные фодари, но без ламп. Их официальное название – вонючие трубы. Сейчас они уже не используются, но в 19 веке были очень полезны. Полы и столбы отводили вверх воздух и взрывоопасные газы с неприятным запахом, чтобы предотвратить нежелательные последствия. У автоматических карандашей для губ и глаз есть встроенные точилки. Крышечка на задней части карандаша не только сообщает свет. Снимите ее и используйте, чтобы заточить продукт. Цилиндр на конце кабеля не такой бесполезный, как может показаться. На самом деле это ферритовая бусина, которая используется во многих электрических проводах для снижения электромагнитных помех. Без таких цилиндров электрические провода ловят помехи, словно антенны. Есть причина, по которой вращающаяся платформа внутри микроволновой печи имеет круглую форму. Круглый предмет равномерно распределяет тепло, в отличие от прямоугольных и квадратных. Когда вы помещаете внутрь прямоугольный контейнер, энергия фокусируется на углах. Они распределяются равномерно, как в круглом контейнере. Регулятор температуры на тостере обычно используют, чтобы выбрать, насколько прожаренными будут тосты. Ну а на самом деле он предназначен для разных видов хлеба. Белый и сладкий хлеб нагревается гораздо быстрее, чем темный рожаной. Чем старше хлеб, тем больше времени ему потребуется, чтобы стать золотисто-коричневым. У большинства духовок есть возможность оставить дверцу приоткрытой, когда внутри находится блюдо. Вы, наверное, думаете, что это помогает духовке быстрее остыть после использования. На самом деле смысл в том, чтобы сосредоточиться на приготовлении верхней части блюда и получить аппетитную корочку. Контролируя накопление тепла и пара путем их выпуска через приоткрытую дверцу, вы получите желаемый результат, не дав блюду подгореть. Вы, наверное, заметили, что в вашей посудомоечной машине есть специальные зоны для различных видов столовых приборов и посуды. Но все предметы должны быть развернуты к центру, а не в одну сторону. От того, для какой пищи использовались тарелки, зависит, куда их лучше поставить. Поскольку середина машины получает самую сильную струю, тарелки с пятнами от помидоров и картофеля, содержащими углеводы, следует размещать именно там. Во время мойки моющее средство стекает в основном по краям машины, создавая эффект водопада. Поэтому посуду с пятнами на основе белка, например, от яиц, лучше ставить туда. Потолочные вентиляторы в жаркий день гонят холодный воздух вниз, чтобы он циркулировал по комнате. Но они могут быть полезны и зимой, если вы щелкнете переключателем или подтянете за веревочку. Если хотите сэкономить на отоплении и быстрее прогреть комнату в холодный день, включите вентилятор в зимнем режиме. Он потянет воздух вверх и поможет распространить тепло по комнате. Вы все еще используете клейки и листки для заметок вместо новомодных приложений? Добро пожаловать в клуб! Очень раздражает, когда они начинают закручиваться. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит вы отклеивали их снизу вверх. Это и приводит к скручиванию. Если отрывать их сбоку, они останутся плоскими и будут лучше держаться на месте. Знаете ли вы, что консервные ножи изобрели только через 50 лет после распространения консервных банок? И как же люди открывали банки? Есть альтернативные способы на случай, если вы потеряете свою надежную открывалку. Все, что вам нужно, это металлическая ложка. Поставьте банку на стол, крепко держите ее и возьмитесь за головку ложки. Надавите у края крышки банки и энергично потрите небольшой участок. Это займет время, но постепенно небольшая вмятина превратится в отверстие. Когда отверстие станет достаточно широким для кончика ложки, подденьте крышку и продолжайте двигаться вдоль края, пока, наконец, не получите доступ к содержимому банки. Большинство унитазов работают за счет давления воды и силы тяжести, поэтому электричество на них не влияет. Но если для работы вашего унитаза требуется электричество, при перебоях с ним у вас могут быть проблемы. Хорошая новость в том, что электроэнергия используется только для наполнения бачка, а не для смыва. Поскольку механизм смыва все равно будет работать, откройте бачок, залейте в него пару литров воды и смело делайте свои дела. Сток в душевой со временем засоряется. Это неизбежно. Мы теряем от 50 до 100 волос в день, и многие из них застревают в стоках. Волосы образуют основу засора, что влечет за собой скопление другого мусора. Отличный лайфхак. Вставить шланг пылесоса в сливное отверстие и извлечь пробку. Оберните конец шланга влажной тряпкой, чтобы исключить выход воздуха. Вакуум поможет сосать засор намного эффективнее. Так вы сэкономите на вызове сантехника, который и сам использует эту хитрость. Чтобы свечи горели дольше, регулярно подрезайте фитили и держите свечи как можно дальше от любой влаги. Это гарантирует, что воск останется твердым и не догорит раньше времени. Пустое пространство между стеклами в дверце духовки существует не просто так. Туда можно просунуть щетку, чтобы почистить стекла. Доступ к этому пространству легко получить через нижнюю часть дверцы. Выдвиньте нижнюю полку, а затем просуньте щетку в отверстие. При парковке в гараже бывает непросто определить дистанцию до задней стенки. Не все автомобили оснащены датчиками, которые следят за тем, чтобы вы не проделали бампером ни один в стене. Повесьте на потолок теннисный мячик на веревке в нужном месте, и вы вовремя остановитесь. Все мы в курсе, что если замок заело, его нужно смазать. Но если смазки под рукой нет, можно использовать простой карандаш. Покрасьте им ключ по бокам, прежде чем вставлять в скважину. Повторите несколько раз, пока замочная скважина не будет достаточно смазана, и ключ не начнет поворачиваться плавно. Вы можете испортить кран или душевую насадку, если попробуете отрегулировать их плоскогубцами. К тому же инструмент будет соскальзывать. Возьмите пару кусков старого садового шланга и прикрепите их к губкам плоскогубцев. Захват здорово улучшится, и вы больше ничего не испортите. Куски старой резины очень полезны в домашнем хозяйстве. Если у вас не получается затянуть или ослабить винт с помощью отвертки, попробуйте использовать резинку. Закройте ей головку винта, и отвертка получит гораздо большее сцепление с поверхностью. Таскать цементные блоки небезопасно для вашей поясницы. Даже если у вас есть тачка, процесс разгрузки цемента может быть очень рискованным. Три простые цилиндрические трубы помогут изменить ситуацию к лучшему, независимо от размера блока. Приподнимите край первой трубы с помощью монтировки и продолжайте маневрировать, постепенно направляя все три трубы в нужное место. Хорошо, я в курсе, что они холодные на ощупь, особенно в морозный зимний день. Но знаете ли вы, что латунные дверные ручки не только стильно выглядят, но и выполняют особую функцию? Как медный сплав, латунь обладает антимикробными свойствами. Это означает, что она помогает избавляться от вредных микробов и бактерий, иногда в течение пары часов. В местах с большой проходимостью это особенно полезно. Но поскольку латунь стоит дороже других металлов, например, никеля и стали, сегодня такие дверные ручки почти не встречаются. У большинства отверток тоже есть секрет. Их можно просунуть через гаечный ключ, чтобы создать больший крутящий момент. А еще это очень удобно, когда вам нужно закрутить болт в каком-нибудь труднодоступном месте. Есть причина, по которой пуговицы на женских рубашках удобны для левшей, и она не имеет ничего общего с модой. Эта особенность восходит к тем временам, когда горничные помогали дамам одеваться. Такое расположение было удобнее для горничных, а также подчеркивало богатство хозяйки наряда. Вот почему эта практика сохранилась, хотя в наш отне большинство людей одеваются сами. В следующий раз, когда будете вскрывать посылку, обратите внимание на свой канцелярский нож. Если на лезвии есть несколько диагональных линий, значит вас ждет небольшая инженерная находка. По этим линиям лезвия можно отламывать. Постоянная резка картона затупляет край лезвия. Чтобы не покупать новый нож, можно отломить последний сегмент вдоль линии и получить новый острый край. Используйте для этого щель на насадке в задней части инструмента. Инженеры, придумавшие это гениальное изобретение, вдохновлялись способом разделения шоколадных плиток на дольки. Подождите минутку, не выбрасывайте пока картонную коробку. Скорее всего, в ней лежит несколько пакетиков силикагеля. Этот гель служит для сушки. Он отлично собирает влагу из окружающей среды, поэтому вам стоит сохранить эти пакетики и использовать позже. Если вам понадобится высушить телефон или другое устройство, поместите его в контейнер с силикагелем, чтобы уменьшить повреждения. Не нужно быть механиком, чтобы понять, когда автомобильные шины нуждаются в замене, поскольку они оснащены индикатором. Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что канавки в рисунке колеса прерываются особыми резиновыми перемычками. Как только перемычки начнут истираться, это признак того, что вам необходимо записаться в автосервис, поскольку шины, скорее всего, потеряли большую часть сцепления с дорогой и ездить стало небезопасно. В верхней части лобового стекла автомобиля имеются черные точки, вплавленные в края стекла. Их наносят не для красоты. Эти точки называются фриты. На стекло добавляется специальный тип керамической краски для защиты герметика от ультрафиолетовых лучей. Точки также делают поверхность более шершавой, за счет чего клей лучше удерживает окно на месте. Когда в следующий раз окажетесь за рулем, найдите небольшой рычажок под зеркалом заднего вида. Вы вряд ли знали, что он служит для переключения зеркала из дневного режима в ночной. В зеркале используется технология призматического стекла для размытия отражения и уменьшения бликов от фар позади вас. Наклоняемые вручную зеркала изобрели в 30-х годах 20-го века, но стандартом они стали в 70-х. Находясь в машине, обратите внимание на подголовники. Вы, скорее всего, не знаете, что у них есть дополнительное назначение. Конечно же, они помогают обеспечить поддержку головы для пассажиров разного роста. А скрытая особенность заключается в том, что они съемные и оснащены двумя очень прочными металлическими штырями. Если вы когда-нибудь застрянете в машине, и вам нужно будет быстро выбраться, эти штыри помогут разбить окна автомобиля. Итак, вы ведете машину, и вдруг у вас заканчивается бензин. То, что я сейчас опишу, больше похоже на анекдот, чем на реальную ситуацию. Но что, если вы настолько торопитесь, что случайно выезжаете с заправочным пистолетом, все еще находящимся в баке? Заправочные пистолеты сконструированы таким образом, чтобы предотвратить любую опасность. Они оснащены механизмом отрывок, который позволяет шлангу легко отделяться при достаточном усилии. Кеды, созданные в начале 20-го века для баскетболистов, вскоре стали базовым предметом гардероба. Подобно джинсам и кожаным курткам. Если вы присмотритесь к ним внимательнее, то увидите, что у них сбоку есть две дырочки, похожие на отверстия для шнурков. Они сделаны не только для того, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, но и чтобы люди могли более творчески подходить к шнуровке. Признайтесь, вы всегда считали, что палочки для еды соединены попарно с единственной целью – держать их вместе, пока вы не будете готовы приступить к трапезе. Это не совсем так. При более детальном осмотре вы заметите, что деревянные палочки заканчиваются прямоугольной пластиной. Это наследие старой японской традиционной конструкции, которая помогает легко отламывать конец. Его можно использовать в качестве подставки для палочек, чтобы сохранить их в чистом состоянии и снова использовать после перерыва, поскольку они не будут касаться стола или любой другой поверхности. Женские велосипеды имеют особую конструкцию, которая, как ни странно, имеет историческое и модное объяснение. Более низкая рама в основном предназначена для того, чтобы компенсировать более низкий рост дамы по сравнению с ростом среднестатистического джентльмена. За счет этого рули, седло тоже оказываются ниже. Однако у низкой рамы есть еще одно предназначение. Когда женщины постоянно носили длинные юбки и платья, им нужно было быть уверенными, что их наряды не зацепятся за раму. Для этого придумали велосипед с более низкой рамой, идеально подходящей для женщин и их потребностей того времени. Разноцветная зубная паста – это не просто приятная мелочь, делающая чистку зубов более веселой. С каждым из цветов связан особый смысл, который уходит корнями в 70-е годы 20-го века. В те времена люди стали активно интересоваться гигиеной полости рта и искали продукты, которые были способны на большее, чем просто очищение зубов. Одна компания догадалась добавить в свою зубную пасту ополаскиватель для полости рта, то есть синюю полоску. Позже она добавила красную полоску, которая должна была содержать ингредиенты, помогающие ухаживать за деснами. И еще о зубной пасте. В следующий раз, когда откроете новый тюбик, проверьте крышку. Возможно, вас ждет небольшой сюрприз. Внутри колпачка есть заостренный шип, который позволит проколоть защищающую тюбик-мембрану, не порезавшись и не испортив маникюр. Не говоря уже о том, что это более гигиенично, поскольку так вы не занесете микробы или бактерии в саму пасту. У зубных щеток тоже есть секрет. Их щетинки часто бывают разноцветными. Это не только придает зубной щетке более привлекательный вид, но и имеет практический смысл. Большинство зубных щеток имеют узор из синих щетинок, переплетенных с белыми. Синяя краска постепенно выцветает, сигнализируя о том, что пора менять щетку. Все утро вы бегали по городу, решая разные вопросы, и, наконец, остановились, чтобы побаловать себя чашечкой кофе. Вы заходите в ближайшую кофейню, делаете заказ и понимаете, что вам очень нужно в туалет. Это обычный общественный туалет с несколькими кабинками. Вы выбираете ту, что посередине, заходите внутрь, и в голове возникает вопрос. С какой стати между дверью, туалетом и коробкой оставляют сантиметровую щель? И зачем нужен огромный зазор между дверью и полом? Можно нам включить барабанную дробь? Спасибо. Что ж, мой друг, существует не одна конкретная причина, почему в общественных туалетах так много щелей, а несколько. Общественные туалеты предназначены для того, чтобы люди проводили там как можно меньше времени. Вы не должны чувствовать себя там комфортно, как дома. Дизайн, в том числе зазоры, отражают эту идею. В некоторых туалетах щели настолько велики, что посетители могут даже стесняться делать свои дела, опасаясь, что их увидят стоящие в очереди люди. Кроме того, существует вопрос цены. Изготовление дверей на заказ может обойтись слишком дорого. А еще необходимо знать точные размеры, чтобы двери соответствовали форме кабинок, в которых они будут установлены. Не все кабинки в общественных туалетах одинакового размера. Они разные, пусть даже эти различия незначительны и незаметные. Так что щели помогают уменьшить количество ошибок и сделать производство более рентабельным для тех, кто его финансирует. Если дверь оказывается шире или уже, чем должна, зазор нивелирует разницу и позволяет установить дверь в любом случае. Существует также вопрос циркуляции воздуха. Худшее, что можно делать в общественном туалете, это задерживать запахи. А пространство рядом с дверью и под ней позволяет обеспечить приток воздуха. Наконец, зазоры — это мера безопасности. Люди снаружи смогут увидеть, если кто-то внутри кабинки почувствует себя нехорошо и будет нуждаться в помощи. А как насчет дополнительного отверстия в верхней части раковины? У него есть название — переливное отверстие, и оно предназначено, чтобы раковина не переполнялась. Если кто-то забудет закрыть кран или раковина засорится, переливное отверстие придет на помощь. Это позволит выиграть немного времени, прежде чем вода польется на пол. Вы когда-нибудь замечали, насколько приятным может быть звук закрывающейся двери автомобиля? Автопроизводители уделяют много времени разработке этих звуков. Исследования показали, что они создают у покупателя ощущение качества. Все начинается с материала. Если раньше двери автомобиля изготавливали из тяжелых материалов, то сегодня их производят из легкой жести, которая может издавать довольно неприятный металлический звук при захлопывании. Поэтому компании нанимают звукоинженеров, чтобы подобрать точную комбинацию пены, ковриков и олова в автомобиле для создания максимально приятного звука. А что насчет крошечных точек в верхней части лобового стекла вашего автомобиля? Узор из маленьких черных точек минимизирует отвлекающие факторы для ваших глаз. Эта черная часть, также известная как фрита, нагревается сильнее, чем прозрачные части, что предотвращает деформацию лобового стекла. Выступ под зеркалом заднего вида сделан не только для того, чтобы вешать на него игрушки или освежители воздуха. На самом деле, это переключатель, который позволяет регулировать положение зеркала в зависимости от времени суток. Сдвиньте его в одну сторону, и вы получите дневной режим вождения. В другую, и вы готовы к безопасному вождению в ночное время, поскольку зеркало теперь приглушает блики от фар автомобилей, едущих позади вас. А вот вам хитрость для следующего похода в супермаркет. Если у вас нет монетки, чтобы отпереть тележку, есть один секрет, который может вам помочь. Проверьте, нет ли у вас ключа с закругленной головкой. Если найдете такой ключ, попробуйте использовать его, чтобы отпереть тележку. Скорее всего, он идеально поместится в прорезь и избавит вас от необходимости носить с собой монеты, которые сейчас мало для чего нужны. Лифты. Если вы хотите ездить только на своих условиях, обязательно попробуйте кое-что сделать. В большинстве лифтов есть секретная комбинация кнопок, с помощью которой вы сможете пропустить все остальные выбранные этажи и попасть на свой без остановок. Это может пригодиться, если вы по ошибке нажмете на 13-й этаж вместо 33-го. В большинстве лифтов нужно одновременно нажать кнопку закрытия дверей и номер своего этажа. Это поможет вам добраться на место без остановки. Некоторые лифты требуют, чтобы вы дважды нажали на выбранный этаж, так как двойное нажатие отменяет сделанный ранее запрос. В других лифтах нужно удерживать кнопку открытия дверей, а затем дважды нажать на кнопки этажей, которые вы хотели бы отменить. Лучше не отменять чужие остановки, потому что люди, которые находятся в лифте рядом с вами, вряд ли воспримут это с пониманием. И учтите, что некоторые лифты не имеют этой функции. Для любителей меда! Поднимите руку! Если мед кристаллизуется, знайте, что это хороший знак. Такой мед не подвергался пастеризации, что означает лучшее качество продукта. При снижении температуры естественный компонент меда, известный как глюкоза, заставляет его кристаллизоваться. Попробуйте извлечь из этого пользу. Чтобы придать текстуру овсянке или тосту, добавьте слой кристаллизованного меда и наслаждайтесь природным сахаром. А если вам не нравится кристаллизованный мед, поставьте его в микроволновку на минуту или две. Ах, зима и осень. Вы знаете, что это значит? Пора доставать свитер! Нет ничего более раздражающего, чем надеть теплый шерстяной свитер и чесаться в нем целый день. Вообще-то есть, но давайте не будем отвлекаться от свитеров. Чтобы этого больше не случалось, вот лайфхак. Выверните свитер наизнанку и замочите в холодной воде. Добавьте 2-3 столовые ложки уксуса и оставьте на некоторое время. Затем слейте воду. Теперь, пока свитер еще влажный, вотрите в волокна шерсти кондиционер для волос. После того, как свитер пропитается кондиционером в течение 30 минут, аккуратно отожмите из него лишнюю воду и оставьте сушиться на полотенце. Вот и все. Свитер больше не колючий. Во многих ресторанах быстрого питания выдают маленькие бумажные стаканчики, в которые можно налить кетчуп, горчицу или соус барбекю. Если вы едите куриные наггетсы или пытаетесь окунуть гамбургер в стаканчик, всегда остается немного соуса, до которого невозможно дотянуться. В следующий раз попробуйте растянуть стакан. Он превратится в маленькую бумажную тарелку, и вы сможете использовать весь кетчуп. Навесные замки, используемые на открытом воздухе, следует чистить и смазывать каждые три месяца. Регулярная смазка предотвратит замерзание замка в холодную погоду. Найдите крошечное отверстие в нижней части замка, залейте в него масло, и замок снова открывается. Ремня в безопасности на пассажирских сидениях есть интересная петля. При сильном натяжении стежки на петли разрываются, и лишняя ткань может помочь в амортизации пассажиров. Лишние несколько сантиметров могут иметь решающее значение в тяжелых обстоятельствах. Но на ремне водителя петли нет. Считается, что так безопаснее, учитывая, что рядом находится руль. Ремни безопасности были изобретены еще в середине 19 века, хотя до 1960-х они использовались редко. Система предупреждения столкновений помогла вывести ремни безопасности и другие функции на новый уровень. Прогнозируя столкновение, система автоматически подтягивает ремни безопасности, выравнивая подушки безопасности и обеспечивая нагрузку на тормоза для уменьшения удара. Каждый год происходит 6 миллионов автомобильных аварий, поэтому функции безопасности нужно улучшать не только для предотвращения несчастных случаев, но и для лучшей защиты людей. За последние 25 лет материалы кузова машин начали заменять на алюминиевые и магниевые сплавы, а также на композиты из углеродного волокна. Они не только обеспечивают более экономичную поездку, но и гарантируют, что при аварии такая конструкция создает зону смятия. Когда автомобиль врезается в другой объект, зона смятия поглощает энергию удара, хотя это может привести к большему повреждению автомобиля, но также помогает снизить воздействие на пассажиров. Из-за долгой истории использования автомобильных бамперов, трудно представить время, когда их не использовали. Бамперы были изобретены в конце 800-х годов. Со временем они изменились до такой степени, что теперь их обычно просто не видно. Однако они там спокойно ждут под внешними слоями из пенопласта или пластика вокруг жесткого армированного стержня. Все окна автомобиля сделаны из стекла, а лобовое стекло делается из небьющегося материала. Оно имеет несколько слоев, так что если в него что-то прилетит, то на передние сидения осколки стекла не попадут. До 1950-х годов использовалось обычное стекло, но по мере того, как транспортные средства становились все более заметными, в них вносили изменения. Кажется, подушки безопасности были в автомобилях всегда. Однако их изобрели лишь в 1968 году. Они постепенно набирали популярность и в итоге в 1998 году стали обязательными для всех машин. С тех пор подушка безопасности добавилась и в рулевое колесо. Теперь их размещают по всему автомобилю, чтобы защитить всех пассажиров. При ударе срабатывают датчики столкновения и за долю секунды приводят в движение подушки безопасности. Они надуваются в течение миллисекунд. Погоду предсказать трудно. Особенно определить сцепление с дорогой. В конце 60-х в автомобилях была внедрена антиблокировочная система – АБС. До этого она использовалась в самолетах, конструкции которых были разработаны еще в 1908 году. Вскоре АБС стала необходимым элементом для всех транспортных средств, обеспечивая сохранение сцепления на скользких поверхностях и контроль при торможении. Сегодня система продвинулась настолько, что ее последние модификации обеспечивают сцепление даже при сильном боковом ветре. Круиз-контроль изобрели еще в 1948 году. Современный адаптивный круиз-контроль гарантирует, что когда машина едет с постоянной скоростью и догоняет более медленный автомобиль, она регулирует свою скорость. Другие варианты могут также гарантировать, что машина полностью остановится, как только определит, что впереди идущий транспорт сделал то же самое. Легко забыть включить дальний свет при долгой езде по длинной и пустынной дороге. И функция автоматического дальнего света быстро набирает популярность. Модули камер распознают тип проходящего через них света и помогают определить необходимость дальнего света. Автоматический дальний свет существует с 50-х годов. Изначально он работал на светочувствительных датчиках, но это было ненадежно. Теперь эта функция определяет источники света, будь то дневной свет, свет машин или даже отражение на знаки, гарантируя, что это не мешает другим водителям. Настоящая головная боль? Следить за тем, чтобы никто не попал в слепую зону, из-за чего происходит около 400 тысяч аварий в год. Солнечные датчики в задних бамперах транспортных средств и системы мониторинга слепых зон отслеживают соседние полосы движения. Они предупреждают водителя о том, что рядом может находиться транспорт с помощью мигающих огней на приборной панели или звуковых сигналов. Датчики помогают со многими проблемами, возникающими из-за слепой зоны. Полтора миллиона аварий происходит из-за набора текстовых сообщений во время вождения, а усталость – причины 10% аварий ежегодно. Система мониторинга водителя с помощью датчиков помогает отслеживать движение автомобиля, чтобы убедиться, что водитель обращает внимание на дорогу. Если система определяет, что водитель устал или отвлекся на телефон, она подает сигналы. Шины – очень важный компонент автомобиля. От них напрямую зависят многие функции безопасности. Вот почему очень важно следить за тем, чтобы шины всегда были в отличном состоянии. Система контроля давления определяет давление воздуха во всех шинах, гарантируя, что вы будете знать, когда их нужно подкачать. Постоянное развитие технологий продолжает обеспечивать нашу безопасность на более длинных участках дороги. Предупреждение о съезде с полосы движения фокусируется на линиях на дороге, гарантируя, что автомобиль остается в пределах полосы. Каждый раз, когда автомобиль выезжает за линию дороги без соответствующего сигнала, функция на основе камеры это распознает и подает сигнал водителю. Система удержания полосы движения использует тот же принцип. Когда машина подъезжает слишком близко, система регулирует рулевое управление и центрирует автомобиль в пределах своей полосы движения. Шины на шасси не лопаются, потому что они рассчитаны на нагрузку в 4-5 раз больше, чем испытывают при посадке. Скорее уж сломается само шасси, чем лопнет шина. Эта маленькая хитрость, основанная на психологии людей, поможет вам выбрать самую быструю очередь в аэропорту. Если на регистрацию стоит несколько очередей, выбирайте левую. Обычно она движется быстрее. Большинство людей правши и интуитивно выбирают правую сторону. Кожа во время полета сохнет. Это происходит из-за низкого уровня влажности в салоне. Возьмите с собой увлажняющий крем, и все будет хорошо. А вы знали, что пилоты перед полетом всегда едят разные блюда? Если один из них получит пищевое отравление, другой сможет взять на себя управление самолетом. Откидной столик в самолете – одно из самых грязных мест в салоне, так что почаще мойте руки и протрите столик антибактериальной салфеткой, чтобы микробы не расслаблялись. Если вам досталось место у прохода, вы можете сделать свой полет немного комфортнее. Просто нажмите кнопку на нижней стороне подлокотника. Он поднимется, у вас появится больше места, и подлокотник не будет упираться вам в бок. Вот причина, по которой в салоне выключают свет. Пассажирам нужно привыкнуть к темноте на случай, если ночью произойдет аварийная посадка. Глаза привыкнут к отсутствию света, и всем будет проще эвакуироваться. Бортпроводники просят поднять шторки на окнах, потому что хотят видеть, что происходит снаружи. Так они смогут выбрать лучший способ эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации. Почти все пассажирские самолеты белого цвета, так как этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и предотвращает нагрев. А еще белая краска дешевле. Кроме того, на белой поверхности можно легко заметить повреждения. В полете лучше не принимать важных решений. На таких высотах мозг не получает нужного количества кислорода, что негативно сказывается на его работе. Жевательная резинка, леденцы и мятные постелки помогут, если у вас заложат уши при взлете и посадке. Дело не в самих конфетах, а в процессе глотания. Зевота тоже помогает. А жевательная резинка еще и избавляет от неприятного запаха во рту, вызванного разреженным воздухом на больших высотах. Сухой воздух может вызвать ощущение простуженности. Воздух в салоне сушит нос и горло, вызывая симптомы простуды. После приземления эти симптомы обычно проходят. Вода, которую используют для приготовления кофе и чая на борту, не всегда достаточно чистая. Многие компании устанавливают хорошие фильтры для воды, но все же лучше пить воду в бутылках. Крошечные треугольники над окнами самолета помогают персоналу. Эти треугольники обозначают окна, через которые видны мигающие индикаторы, сигнализирующие обтягивание шасси и работе закрылков. Если пилоты обнаружат какую-то проблему, стюардесса сразу направится к нужному окну и увидит, что там происходит. Вам же эти треугольники укажут на лучшее место для фотографий, так как оттуда прекрасно видно крылья. Места в середине салона над крыльями лучше всего подходят тем, кого укачивает. Эта область более сбалансирована, и там меньше трясет во время турбулентности. Если во время полета вы нервничаете, перед посадкой в самолет поделайте упражнения. Небольшая тренировка поможет снизить уровень стресса и заставит тело выделить эндорфины, гормоны счастья. А еще физическая активность компенсирует время, которое придется провести сидя. Турбины находятся под крыльями. Так обслуживать двигатели дешевле и проще. Раньше их устанавливали в хвосте. Для ремонта требовалось дорогое оборудование и много времени. Когда двигатели начали устанавливать под крыльями, цены на билеты упали. Представьте, что вы летите на воздушном шаре. Видите систему горелок под газовым баллоном. Она нагревает воздух, что заставляет воздушный шар подниматься. Турбулентность – это тот же горячий воздух, но созданный природой. Когда воздух нагревается, он поднимает самолет. Когда становится прохладнее, самолет идет на снижение. И пассажиры чувствуют себя так, словно катаются на американских горках. Поток горячего воздуха от других самолетов тоже вызывает турбулентность. Но обычно она незначительна и почти не чувствуется. Вы знали, что самолеты могут летать даже после отказа одного двигателя? Пилоты в такой ситуации спокойно посадят самолет. Пассажиры могут почувствовать небольшой наклон во время полета. Но обычно они не догадываются, что самолет летел на одном двигателе. Наши глаза получают кислород прямо из воздуха. Он не поступает с кровью. Поэтому во время полета в глазах может ощущаться сухость. Не забудьте взять с собой капли для увлажнения глаз. Провоз больших объемов жидкости на борту запрещен, так как некоторые опасные вещества могут легко растворяться в воде. При посадке на воду крылья самолета становятся спасительной, подушкой. Пустые топливные баки тоже помогают оставаться на плаву. Самолет может продержаться на воде от 10 минут до 60 часов. Все зависит от модели, погоды, а также от навыков пилотов. Улыбающиеся бортпроводники, которых вы видите, когда заходите в салон, обычно прячут руки за спиной. Они подсчитывают людей, входящих в самолет, чтобы убедиться, что на борт пришли все пассажиры. Несмотря на то, что люди говорят о еде в самолете, на самом деле все не так уж и плохо. Проблема в вашем чувстве вкуса. Из-за воздуха в салоне пересыхает во рту, плюс к тому притупляется обоняние. Вот почему авиакомпании добавляют в свои блюда много специй и соли. Правда ли, что во время полета волосы растут быстрее? Нет, ученым так и не удалось это доказать. Миф возник в первой половине 20 века, когда некоторым пассажирам показалось, что их щетина за время полета стала длиннее. Неудивительно, что во время полета болит голова, особенно сразу после взлета. Примерно за 10 минут самолет набирает высоту, превышающую эверест. Изменения происходят слишком быстро, чтобы тело могло приспособиться. Ремни безопасности в самолетах проходят поперек живота, чтобы при турбулентности защитить от удара о потолок. Когда самолет движется вверх и вниз, поясной ремень приходится очень кстати, а ремни безопасности в автомобилях защищают от горизонтальных рывков. Самолеты защищены от молнии. Даже если она ударит, пассажиры ничего не почувствуют. Фюзеляж покрывают слоем алюминия, который не позволяет электричеству проникать внутрь. Электроника и топливные баки тоже имеют специальную защиту. Сегодня во многих кухонных ножницах есть зазубренное отверстие на стыке ручек и лезвий. Его можно использовать в качестве ножа для очистки стебля для трав вроде тимьяна, розмарина и шмидт-лука. Экономит кучу времени на удаление листьев вручную. А если у вас нет вазы, можно преподнести розы второй половинки. Только будьте осторожны, передавая ножницы. Металлический язычок на банках газировки можно перевернуть и поставить трубочку, чтобы не приходилось придерживать ее пальцами. Язычок-холдер заменил язычок-колечко, созданный в начале 60-х. Вы его помните, да? Они бывали довольно острыми, легко ломались и представляли угрозу для окружающих. Теперь туда можно засунуть соломинку, пускать пузыри и устраивать беспорядок. Иногда вместе с одеждой вам достается пластиковый пакетик с дополнительной пуговицей и кусочком ткани. Ткань может использоваться для небольшого ремонта и еще на ней можно тестировать воздействие чистящих средств, а также режимов стирки, прежде чем стирать саму вещь. Ищите упавшую на пол сережку или булавку? Натяните на трубу пылесоса носок и подвигайте им по полу. Так вы подберете мелкие предметы, и их не засысет внутрь. Включите пылесос, это обычно помогает. Свечной воск, который пролился на мебель, можно удалить с помощью кубиков льда. Вместо того, чтобы портить покрытие, соскребая воск, наполните пластиковый пакет льдом и положите его на воск на пару минут. Остывший и затвердевший воск намного проще убрать. Следы мелков на стенах – самый страшный кошмар родителей, но эти отметки легко удалить с помощью фена. Погрейте следы несколько секунд, чтобы размягчить воск, а потом просто вытрите его со стены. С помощью кондиционера для волос вы можете сделать новый свитер менее колючим. Замочите его в теплой воде с парой столовых ложек кондиционера и оставьте на 15 минут. Затем высушите свитер, он станет намного мягче. Слой пузырей, который образуется, когда вы добавляете пену для ванны в воду, не просто для забавы. Пузырьки выполняют роль теплоизоляции, и вода в ванне дольше остается теплой. В следующий раз, когда будете собираться на работу, внимательно посмотрите на свою рубашку. Все петли для пуговиц прошиты вертикально, но вот последняя прошита горизонтально, верно? Все потому, что на нижнюю часть рубашки приходится больше нагрузки из-за натяжения, так как она находится в области бедер. Горизонтальная петля – это не ошибка. Она не дает рубашке порваться, когда вы двигаете бедрами. Ромбовидная нашивка на рюкзаке, которую в народе называют «свиной пятак», не просто элемент дизайна. Через эти отверстия вы можете протянуть веревку, чтобы прикрепить дополнительное снаряжение. Идеально для длительных походов. Если вы выкладываете китайскую еду на тарелку, вы делаете лишнюю работу. Картонную коробку с китайской едой на вынос можно разогнуть, и получится идеальная одноразовая тарелка для вашей еды. Дырка в трубочке от леденца нужна не для того, чтобы вы не подавились, если случайно ее проглотите. Она удерживает конфету на месте. Лишняя карамель стекает в трубочку и в эту дырку, застывает и не дает конфете отпасть. Если бы палочка была гладкой, конфета бы с нее соскользнула. В некоторых небоскребах есть пустые этажи, на которых нет ничего, кроме лифта и пары сложных механизмов. Такие этажи называют техническими. По словам проектировщиков, они нужны, чтобы обеспечить нормальное функционирование здания. Также это способ обойти ограничения по высоте. В некоторых небоскребах есть лимит на количество этажей. Нежилые этажи при этом не учитываются. Они делают здание выше и внушительнее, без нарушения договора строительства. А еще они помогают предотвратить распространение огня при пожарах. Если вы внимательно посмотрите на двери лифта, то заметите крошечную дырку. Это замочная скважина для экстренных случаев или плановых техосмотров. Если вы застрянете в лифте, техник сможет легко вытащить вас оттуда с помощью универсального ключа. Соль нужна не только для готовки. Она поможет вам избавиться от резких запахов. Потрите пальцы солью после нарезки чеснока. Это должно удалить запах. Еще это работает с обувью. В нижней части тостеров есть секретная задвижка, которую можно достать, чтобы выкинуть все раздражающие крошки. Посмотрите на клавиатуру своего ноутбука. На клавишах А и О есть бугорки. Когда пальцы находятся в оптимальном положении для печатания, указательные пальцы ложатся на эти две клавиши. Бугарки были добавлены, чтобы вы могли правильно располагать руки во время набора текста, не глядя на клавиатуру. Если вы будете стирать вещи в прохладной или даже холодной воде, они прослужат вам в два раза дольше. По возможности сушите их на веревке, а не в сушильной машине. Это тоже способствует долговечности материала. Чем реже вы стираете, тем менее тусклыми и севшими будут вещи. А еще вы сэкономите на счетах за электричество. Пустые страницы в книгах нужны не для подписи автора. Это результат производственного процесса. Книги печатают на крупных листах. На каждой умещается четыре книжные страницы. Если в книге нечетное количество страниц, то, скорее всего, в ней будут пустые страницы для заметок. У петелек на тележках в магазинах больше функций, чем вы думаете. Нет нужды класть новую белую куртку рядом с морковью. Эта штуковина, похожая на крючок, поможет вам организовать вещи в тележке так, чтобы вы смогли насладиться покупками. Мне помогает. Хорошая дверная ручка сделана или из латуни, или из бронзы, или из медных сплавов. У этих металлов есть антибактериальный эффект. На них бактерии размножаются медленнее. А еще они быстро избавляются от микробов буквально за пару часов. Есть только один способ правильно хранить арахисовое масло. Если ставить банку, как обычно, оно может быстро затвердеть. Хитрость в том, чтобы хранить банку вверх дном. Тогда масла не застоятся на дне, а равномерно распределятся по банке. Мой пес обожает арахисовую пасту. А ваш? Одноразовые стаканчики в разных кофейнях выглядят абсолютно одинаково. Меняется только логотип. Секрет в особой форме, которая позволяет наслаждаться напитком. Верхняя часть всегда шире, чтобы во время питья туда умещался ваш нос. А донышко всегда уже, чтобы стаканчик было легче держать даже в маленькой руке. Еще благодаря этому стаканчики можно ставить друг в друга. Прокисшее молоко выделяет газы, как и многие другие испортившиеся продукты. Стандартная пластиковая упаковка молока немного вогнута с одной стороны. Когда газы внутри расширяются, тара тоже расширяется, и вогнутая сторона расправляется. Также, если вы хотите оставить молоко на потом и заморозить его, бутылка расширится, когда молоко затвердеет и станет занимать больше места. Почти на всех измерительных лентах есть металлический наконечник с небольшим отверстием. За него вы можете подвесить ленту на гвоздь или шуруп, чтобы сделать измерение без чьей-либо помощи. Иногда с одной стороны такого наконечника есть ряд зубчиков. Он может пригодиться, когда вам нужно сделать отметку, а у вас нет карандаша. Если вы хоть раз пробовали картриджи Nintendo на вкус, то знаете, что они противные и оставляют кисло-горькое послевкусие. Что ж, мое дело предупредить. Они покрыты бензоатом динатонией, одним из самых отвратительных на вкус вещей. В ларьках с мороженым такое не предлагают. На самом деле, у этого вкуса есть функция. Благодаря ему люди не глотают картриджи. Неровные края монет — это не просто дизайн. Раньше монеты изготавливали из ценных металлов, чтобы показать их истинную ценность. Люди стачивали края, расплачивались точенными монетами с той же ценностью, а обрезки переплавляли в новые монеты. Чтобы этого избежать, чеканщики придумали узор, помогающий определить, обтачивал ли кто-то монеты. Тройная рукоятка на канистре нужна, чтобы двум людям было легче ее нести, и горючее распределялось равномерно. Лимоны становятся сочнее, если немного подогреть их в микроволновке. Жар смягчает оболочку, и сок лучше вытекает. Результат? Больше лимонада. Срок годности минералки указывают не потому, что вода портится. Вообще никакая вода не может испортиться. А вот бутылка может. Со временем она начинает выделять небезопасные химикаты. Попробуйте провести эксперимент. Тоник светится в ультрафиолете. Он содержит хинин, делающий напиток горьким и светящимся. Цвет тарелок и чашек может влиять на ваше восприятие пищи. Группа из 57 добровольцев пила горячий шоколад из разных кружек. Большинство людей заявило, что шоколад в оранжевых кружках был вкуснее. Красные тарелки подойдут тем, кто на диете. Они выглядят тревожно, и вы меньше едите. Замечали ли вы крохотное углубление на рулетке? Оно расположено на крючке, за который нужно потянуть. Так вот, углубление идеально подходит для шляпки обыкновенного гвоздя. Можно вбить гвоздь и закрепить на нем конец ленты, чтобы провести измерение. Жду не дождусь, когда смогу это проверить. А поля в тетрадях придумали, чтобы защитить записи от мышей. Нет-нет, не для того, чтобы они не списывали ответы на контрольную. Раньше людям приходилось жить в тесном контакте с мышами и крысами, которые частенько грызли бумагу. И чтобы записи совсем не исчезли, люди изобрели поля. Текст сдвигался ближе к середине страницы, и грызуны не могли ему навредить. Может быть, выражение «переварить информацию» тоже пошло оттуда. А что насчет небольших отверстий внизу иллюминаторов? Они выполняют важную миссию – регулируют давление воздуха в салоне. Другими словами, помогают самолету летать. Огромная ответственность. Кстати, откидные столики в самолете – самое грязное место во всем салоне. На них обнаружили в 8 раз больше микробов, чем на кнопке слива унитаза. А что, если мы разрежем обычный самолет пополам и заглянем внутрь? Выглядеть это будет примерно так. Сиденье сверху, а все, что нужно, перевести внизу. Я имею в виду пассажирский багаж, предметы первой необходимости, части системы крыла и так далее. А теперь перекатимся к шарам для боулинга. Знаю, звучит не очень. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как этот шар выглядит изнутри? Если профессиональный шар для боулинга разрезать пополам, вы заметите знакомое очертание. Ничего не напоминает? Ну, к примеру, логотип Эдми! Профессиональные шары для боулинга отличаются от тех, которые можно увидеть в местных торговых центрах. Это потому, что они были сделаны так, чтобы выполнять разные причудливые движения. Их внутренняя конструкция довольно сложная. Она помогает профессионалам выбить больше страйков. В таких шарах для боулинга ядро обеспечивает смещение центра тяжести во время движения по дорожке. Из-за этого им сложнее попасть в желоба по бокам. Кстати, о мячах. Давайте заглянем внутрь бейсбольного. Он сделан из нескольких слоев, что позволяет ему сохранять легкость и аэродинамичность. Середина сделана из пробкового материала, обтянутого черной резиной. Затем идет слой красной резины, за которым следует два или три чередующихся слоя шерстяной пряжи. И, наконец, слой белой кожи и красивый красный шов сбоку, который все скрепляет. Представьте, что обладаете рентгеновским зрением и можете заглянуть внутрь кости человека. Ну и жуть. Я думаю, что ваше внимание привлечет так называемая паутина в центре кости. На самом деле это сгущенная и сложная структура нервов, которые находятся внутри ваших костей. Здорово! А теперь загадка. Что круглое можно найти у океана, учитывая, что оно похоже на музей Гугенхайма в Нью-Йорке, который почти полностью состоит из пандуса? Если ваш ответ – раковина наутилуса, то вы угадали. Наутилус – это моллюск, дом которого можно найти во всех сувенирных магазинчиках на море. Раковина состоит из двух слоев – матового белого внешнего и переливающегося внутреннего. А если разрезать ее пополам, будет похоже на интерьер музея Гугенхайма. Листья алоэ используются в лечебных целях, а также для увлажнения кожи. Но если вам удастся заглянуть внутрь листа, то, что вы увидите, вам очень понравится. Кто не мечтал о бассейне из желе? Что может быть проще и привычнее тюбика зубной пасты? А как насчет ее разноцветного варианта? Многие думали, что внутри такого тюбика могут быть перегородки, чтобы полоски пасты не смешивались. Но если разрезать его пополам, вы увидите, что внутри тюбика ничего такого нет. Оказалось, над созданием полосатой зубной пасты пришлось потрудиться. По словам специалиста, нужно следить за тем, чтобы все полоски пасты имели одинаковые физические свойства. Именно поэтому разные цвета не смешиваются. Поэтому если разорвать тюбик, вы увидите что-то похожее на несколько разноцветных кусочков пиццы. В вашем шкафу наверняка найдется парочка деревянных вешалок. Обычно их делают из кедра, который является природным репеллентом. Так что вешалки из кедра действительно защищают одежду от нашествия моли. Некоторые люди не выходят на улицу без подводки для глаз. Правда? Но знаете ли вы, что еще в древнем Египте и мужчины, и женщины использовали подводку для глаз, чтобы защитить их от солнца? Спасибо египтянам за это изобретение. Теперь бы еще научиться ходить, как они. Обычно подголовники нам нужны для того, чтобы... Ну, чтобы голова отдохнула. Верно? Но не только. Подголовники можно легко снять с сидения и в случае крайней необходимости разбить ими окно в машине. Об этой хитрости мало кто знает. Наверняка коврик в прихожей вы кладете горизонтально, как и многие из нас. Но они нужны для того, чтобы грязь с подошв в обуви осталась на коврике, прежде чем вы войдете в дом. Чтобы коврик выполнял свою функцию правильно, лучше повернуть его вертикально. Тогда, прежде чем войти в дом, вы сделаете больше шагов по коврику. И последнее по списку. Но не по значению. Не хочу никого обвинять, но, скорее всего, вы неправильно пылесосите дома. И я могу это доказать. Многие просто пылесосят полы и ковры в одном направлении или несколько раз двигают щеткой вперед-назад, думая, что убрали всю пыль. Но профессионалы считают, что лучше всего пылесосить рядами. Сначала вы двигаете щетку вперед, пока не доберетесь до конца ряда. Затем ковер нужно немного распушить и двигаться вниз по тому же ряду, чтобы собрать всю оставшуюся пыль. Кстати, об эффективной уборке. Вообще-то я предпочитаю убирать комнату только мысленно. Буквы на клавиатуре не случайно расположены в таком порядке. Первая в мире клавиатура была на печатной машинке. Со временем машинистки так наловчились, что стали печатать слишком быстро. И рычажки с литерами перекрещивались и застревали. Поэтому производителям пришлось расположить клавиши в хаотичном порядке, чтобы машинистки работали медленнее и машинки продолжали функционировать. Вы тоже любите чистить обувь щёточками по сторонам эскалаторов в торговых центрах? Верьте или нет, но это не основная их функция. Щетинки там для безопасности. У людей, которые стояли слишком близко к бортикам, в эскалаторах часто застревали сумки и одежда. Нейлоновые щетинки обманывают наш мозг и не дают нам приближаться к панелям эскалатора. Многие думают, что изгибы на невидимках нужны для красоты и зацепляют их на волосы волнистой частью вверх. На самом же деле эти волны нужны, чтобы подхватить нижние слои волос и лучше закрепить невидимку. Выходит, волнистая часть должна смотреть вниз. Вы наверняка замечали, что измерительные ленты заканчиваются металлическим наконечником с прорезью. Если ваши руки заняты, просто повесьте ленту на гвоздь за прорезь, чтобы сделать измерение. Если приглядеться, можно увидеть, что наконечник немного зазубрен с одной стороны, значит им можно делать пометки, карандаш вам даже не понадобится. Если вы часто летаете, то точно видели крошечные отверстия в самом низу иллюминаторов. Без паники, они защищают вас во время полета на большой высоте. Это дренажные отверстия, которые находятся в среднем из трех стекол иллюминатора и защищают пассажиров от давления извне. Дырка может и маленькая, но она принимает на себя все давление внешнего стекла. Также отверстие обеспечивает плавный рост давления в салоне, что помогает выравнивать давление в иллюминаторах, когда это необходимо. С бутылки кетчупа Хайнс на вас смотрит цифра 57. По словам представителей компании, только 11% людей в курсе, что цифра не имеет ничего общего с товарной этикеткой. На самом деле это точка, надавив на которую вы можете налить соус на тарелку. В следующий раз, когда захотите кетчупа, не хлопайте бутылку по донышку. Просто нажмите на цифру 57. Боростки на донышках чашек нужны, чтобы их было удобнее мыть в посудомоечной машине. Когда вы ставите чашку вверх дном, боростки способствуют тому, что вода стекает, а не застаивается. И когда вы будете доставать чашки, вода не прольется вам на ноги. Еще боростки позволяют холодному воздуху проходить под чашку. Они также предотвращают появление трещин на чашке из-за нагрева, когда вы наливаете горячие напитки. Вы наверняка замечали маленькую точку рядом с камерой на вашем айфоне и думали, что это вспышка. Нет, не вспышка, а микрофон. Он усиливает звуки, когда вы используете заднюю камеру. В следующий раз, когда вам захочется перекусить картошкой из Макдональдса, обратите внимание на сгибаемый край верхней части коробочки. Некоторые загибают его к картошке, чтобы накрыть ее и не дать ей остыть. Но если вы не планируете тянуть время, отогните краешек назад и превратите коробку в импровизированную тарелку для картошки. Согните край прочно. Вы же не хотите, чтобы он отскочил обратно и весь соус вылился на вас. Поверьте, это не круто. В 70-х люди захотели, чтобы зубная паста не только сохраняла здоровье зубов, но и делала дыхание свежим. Компания Аквафреш откликнулась на запрос и добавила в свой продукт синюю полоску. Поскольку потребители стали больше заботиться о зубах и деснах, компания добавила в пасту третью красную полоску. С тех пор у зубной пасты три функции – поддержание свежести, чистка и предотвращение зубного налета. И да, обычная белая зубная паста имеет те же свойства, но торговые марки все равно продолжают добавлять полоски. Кстати, о пасте. Замечали ли вы цветные точки в нижней части тюбиков? Они не означают ничего особенного, а лишь помогают в процессе производства, сообщая световым датчикам, где заканчивается тюбик. Благодаря этому станок может правильно обрезать и запечатать тюбик. Антисептики для рук сегодня широко распространены. Их можно использовать не только для обработки рук. Они также отлично удаляют пятна с одежды. Антисептик расщепляет масляные, жирные пятна и обезжиривает материалы. А еще его можно использовать в качестве дезодоранта в жаркий день. На дне бутылок обычно есть маленькие выемки странной формы. Без этих специальных выемок ваша бутылка не выглядела бы так, как она выглядит сейчас. Такие бутылки производят на фабриках в больших количествах. Все они выглядят одинаково. Если вы сидите за компьютером, взгляните прямо сейчас на клавиатуру. А если нет, то ничего страшного. Вот вам клавиатура на экране. Кнопки клавиш расположены в раскладке QWERTY, названной в честь первых шести клавиш под цифрами. Оказывается, так было не всегда. Раньше они располагались в алфавитном порядке, что имело некий смысл, если как следует вдуматься. Алфавитная разметка вышла из употребления, потому что когда-то существовали устройства под названием «печатные машинки». Помните такие? При нажатии на клавишу вылетал литерный рычаг. Он ударялся о чернильную ленту и штамповал символ на листе бумаги. В конце концов, машинистки научились печатать очень быстро. Слишком быстро. Литерные рычаги застревали, и на этом все заканчивалось. Так были придуманы клавиатуры с рандомизированными клавишами. Это усложняло набор текста, помогая замедлить работу машинисток и предотвратить застревание. Гораздо лучше. Теперь уже нет никаких литерных рычагов. И никаких пишущих машинок. Вроде как. И в наши дни некоторые печатают очень быстро. И, конечно же, тут возникает вопрос. Кто же все-таки быстрее? Мы сейчас или они тогда? Клавиатура также имеет еще одну скрытую функцию. Вы когда-нибудь замечали, что у клавиш с буквами А и О есть маленькие выпуклости на нижней части? Как оказалось, они существуют для того, чтобы помочь людям понять, где они находятся на клавиатуре, не отрывая глаз от экрана. Кофе на вынос из любимого кафе может быть отличной идеей, чтобы окончательно проснуться утром. Однако, придя после этого домой или на работу, вы наверняка боитесь испачкать стаканчиком свой стол. Не волнуйтесь об этом. Ведь пластиковая крышка подойдет в качестве подставки. На самом деле, она идеально подходит по размеру, чтобы удерживать чашку. Попробуйте сами. Это может очень пригодиться, если вы готовите дома. Ведь никогда точно не знаешь, сколько нужно взять спагетти, чтобы сварить всего одну порцию. Если у вас есть ложка для спагетти, просто возьмите ее. Многие понятия не имеют, для чего нужна маленькая дырочка посередине. И предполагают, что это для оттока воды или чего-то в этом роде. Оказывается, что она нужна для того, чтобы отмерять идеальную порцию. Просто посмотрите, сколько сухих спагетти может поместиться в отверстие. Как раз на одну порцию. При выборе вешалок для одежды можно заметить, что пластиковые намного дешевле деревянных. И тому есть вполне логическое объяснение. Деревянные вешалки обычно делаются из кедра. Разница между ними в том, что деревянные отпугивают насекомых и моль. Они прочнее и служат намного дольше. А также идеально подходят для вещей, которые обычно висят в шкафу в течение длительного времени. Во время чистки зубов вы наверняка замечали, что на вашей зубной щетке есть синие щетинки. Они там не только для красоты. По ним можно определить, не пришло ли время сменить зубную щетку. Когда щетка изнашивается, щетинки теряют силу и цвет, давая вам понять, что пришло время от нее избавиться. Микроволновые печи немного похожи на маленькие телевизоры. Особенно те, в дверцах которых видно черную сетку. На самом деле это очень важный компонент. Который необходим для предотвращения утечки излучения. Это клетка Фарадея. На случай, если вы хотите знать ее техническое название. Вот почему можно спокойно стоять рядом с микроволновой печью и при этом не поджариваться. Не обязательно теперь все время стоять перед ней и смотреть, как нагревается ваша еда. Но, по крайней мере, у вас не вырастет лишнее ухо или что-то в этом роде. У некоторых духовок снизу есть выдвижной ящик. Все знают, какое это удобное место для всякой мелочи. Но на самом деле он предназначен для другого. Предполагается, что его используют для только что приготовленной еды, чтобы она дольше сохраняла тепло. Нужно вынуть блюдо из духовки и положить в ящик, чтобы продолжить спокойно готовить. Теперь вы находитесь в самолете, смотрите по сторонам, думая, как бы скоротать время перед взлетом. И тут на окне вы замечаете маленькое отверстие. Не волнуйтесь, так все и было задумано. Оно нужно для того, чтобы сбрасывать давление, которое накапливается во время взлета и посадки самолета. Отверстие также пропускает воздух. А теперь поднимите руку, если вы когда-нибудь ездили на эскалаторе, и чистили обувь, а его щетину. Наверное, все это делали. Однако щетина вовсе не для чистки обуви. Она служит для безопасности и препятствует застреванию шнурков, одежды и других вещей. Иногда к новой одежде прилагается кусок ткани. Обычно он лежит в маленьком пакетике вместе с запасными пуговицами. Можно подумать, что этот кусок ткани нужен для заплаток, на случай, если одежда порвется. Но на самом деле, во время первой стирки на нем можно проверить, как ткань реагирует на чистящие средства. Теперь не нужно беспокоиться о том, что ваше новое дорогое пальто сядет или поменяет цвет. Пузыри! Кто же их не любит? У многих до сих пор остались приятные воспоминания из детства, связанные с ними. Но теперь, чтобы вернуть это чувство, остаются только ванны с пеной. И правда, что может быть лучше после тяжелого рабочего дня, чем понежиться в теплой ванне. Не так ли? И пузырьки не только делают вас чище. Ведь чем качественнее пузырьки, которые в этом случае работают как теплоизолятор, тем дольше ваша ванна будет оставаться теплой. В следующий раз, когда будете собираться на работу, присмотритесь повнимательнее к своей рубашке. Каждое отверстие для пуговицы прошито вертикально, но взгляните на самое последнее. Оно сделано горизонтально. А все потому, что нижняя часть вашей рубашки испытывает наибольшее напряжение от натягивания, так как именно там находятся ваши бедра. Поэтому горизонтальное отверстие для пуговицы сделано вовсе не по ошибке, а чтобы ваша рубашка не рвалась при движении бедер. Слой пузырьков, который образуется, когда вы добавляете пену в свою ванну, существует не только для удовольствия. Он также помогает дольше сохранять тепло в вашей ванне. Помпон на верхней части вашей шапочки совсем не какой-то модный аксессуар. Изначально помпоны делались для того, чтобы моряки не бились головами, а слишком низкие потолки кораблей. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера образовывался бы пар, и печенье деформировалось бы. Цифры на наклейках у апельсинов не случайны. Если там есть четыре цифры, и первая из них – три или четыре, это означает, что фрукты были изготовлены с использованием традиционных методов ведения сельского хозяйства. Пять цифр, начинающихся с восьмерки, означают, что апельсин был генетически модифицирован. Пять чисел, начинающихся с девятки, означают, что плод является органическим. Поля на бумаге предназначены совсем не для записи, даты, нумерации. Изначально они выполняли защитные функции. Когда-то крысы представляли огромную проблему для жилища человека, и, кроме всего прочего, очень любили грызть бумагу. Поля были мерой предосторожности, чтобы крысы грызли бумагу лишь по краям и не допирались до рукописных текстов. Выкладывая купленную на вынос китайскую еду на тарелку, вы совершаете лишнюю работу. Как и любой бумажный горшочек с приправами, в ресторанах быстрого питания картонную коробку можно развернуть, чтобы получилась тарелка идеального размера, как раз для вашей еды. Длинное горлышко на вашей бутылке с газированным напитком разработано таким образом, чтобы держать ее рукой именно там. Так тепло от вашей руки будет греть только верхнюю часть бутылки, не нагревая весь напиток. Почему на лацкане есть петлицы без соответствующей пуговицы? Первоначально пуговица у пальто и курток была. Так владелец мог поднять воротник и застегнуть его на шею, чтобы согреться. Со временем люди перестали это делать и пуговицу убрали, но многие производители костюмов все еще сохраняют петлицу. Довольно трудно разглядеть свою еду в микроволновой печи из-за этой надоедливой черной решетки. Но она там для того, чтобы предотвратить утечку вредных микроволн. Это клетка Фарадея. Она защищает вас и одновременно служит гарантией, что ваша еда приготовится правильно. Примечательный ромбик на вашем рюкзаке называется язычок или пятачок. С его помощью можно продевать шнуры через отверстия для переноски дополнительного снаряжения. Идеально подходит для кемпинга или дальних походов. Мячики для гольфа не идеально круглые, а покрыты ямочками. Благодаря им мяч двигается по воздуху более плавно, с меньшим сопротивлением, а значит пролетает дальше и быстрее. Подушечки для макияжа по какой-то причине имеют две разные стороны. Неровная сторона используется для нанесения макияжа, в то время как другая предназначена для его удаления. Отверстия у пончиков нужны для того, чтобы внутри и снаружи они пропекались равномерно. До того, как были придуманы эти отверстия, внутренняя сторона обычно была жирной и рыхлой, а снаружи они были хрустящими. Зарядное устройство для ноутбука Apple имеет крошечные ножки, которые можно сложить, и у них есть важная функция. Эти ножки в развернутом виде позволяют обернуть кабель, а затем закрепить его на месте, предотвращая запутывание или повреждение. Взгляните на бутылку содовой, и внутри крышки бутылки вы увидите диск. Он отвечает за то, чтобы жидкость дольше оставалась газированной. Отверстие в полой палочке для леденцов вовсе не предотвращает удушье, если ее когда-нибудь проглотить. На самом деле оно нужно, чтобы удерживать конфеты на месте. Излишки конфет стекают в полую трубку, и леденец остается на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета легко бы соскальзывала. Молния на кожаных байкерских куртках часто пришивается по диагонали. Это не просто дань моде. Молнии, сшитые вертикально, могут сбиться в кучу, если владелец наклонится вперед, а диагональная молния останется на месте. Маленький треугольник на панели автомобиля предназначен для того, чтобы вы знали, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. Теперь вы даже на арендованной машине легко определите нужную сторону. Пылесосы поставляются с разным количеством насадок, но кто знает, для чего пылесосу, эта насадка с длинной щетиной. Она нужна для вытирания пыли, и к тому же идеально подходит для чистки картин в рамах, жалюзи и обожилов. Эти крошечные отверстия в лотке для шоколадных коробок на самом деле выполняют определенную функцию. Нажмите на отверстие рядом с конфетой, и она выскочит к вам в руки, и вам не придется пачкаться. Очень удобно. В некоторых небоскребах есть этажи, где нет ничего, кроме лифта. На самом деле это способ обойти ограничения по высоте. Такие пустые этажи увеличивают высоту здания и делают его более впечатляющим, не нарушая при этом контракт на строительство. Также пустые этажи помогают предотвратить распространение по зданию пожара. Пуговицы на женской рубашке традиционно находятся слева не просто так. Дело в том, что раньше такое их положение было своеобразным подтверждением богатства. Если женщину собирала горничная, ей было удобнее застегивать рубашку слева направо.